Как дела, Виктор? Дела офигительно. Знаешь, почему? Я догадываюсь, но давай, трави. Мы, наконец-то, с тобой вместе и с еще целой кучей замечательных ребят выпустили документальный фильм про язык программирования Kotlin. Е-е-е, у меня даже есть звук, и на этот раз я его включу с первого... Нет, не с первого раза. Е-е-е-е! Ура! 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 Это был очень длинный путь, длиной в полгода, а то и чуть больше. Конечно, в полгода, Виктор. Мы начали его делать. В конце ноября 23-го года мы начали работу. Ну, там мы начали только обсуждать вот это вот... Да, на съемки поехали в январе, я смотрел. На съемки в январе, да. Да, мы ездили на съемки по Европе для того, чтобы создать всю эту вот монументальнейшую работу. У нас была куча монтажных всяких процедур там, мы все переругались, писали сценарии все вместе. Потом помирились, потом еще раз поругались, потом опять помирились и опять поругались. Ой. Но самое главное что? Самое главное, фильм вышел. Да, да. Я, честно говоря, думал, что все уже, не получится у нас. Как-то, знаешь, к концу уже начинаешь такое, типа, как-то кажется, будто бы большая часть сделана, но ты не знаешь еще, сколько впереди. И наступает момент, когда ты такой, блин, ну уже столько месяцев, и ничего. Ну нет, не получится. И потом Паша присылает финальный монтаж, ты такой, еб, получилось. Да, да, да. А потом еще проходит три месяца после этого. Это мы выкладываем его на канал. Да. Ну не три, у нас быстро опробу прошли, буквально за неделю три или четыре. Ну да. Короче, ребят, урок такой документалки лучше не делайте. Блин, ну как нет? Я три раза или четыре раза пересмотрел финальный монтаж, я до сих пор готов смотреть. Ну так же классно вышло. Ты понимаешь, что мы эту документалку делали коллективом? Вот Виктор Шеленченко, Алексей Картынник, Артем Малышев, Артур Гайнулин, Антон Комаров, Паша Судаков, Саша Жукова. Угу. Семь человек. Или шесть. Никого не забыл же. Да вроде нет. Люди, которые никогда в жизни не делали документалки, ну ладно, у Артема и у Артура был кое-какой опыт написания сценариев, у нас был кое-какой опыт снимания видео и делания подкастов. Но мы никогда в жизни не думали, что мы замахнем, точнее не замахивались на документалку. Вспомни, когда мы начинали, все хотели делать и все вообще не понимали, как это делать. И я вообще не знал, что у нас... Да, тем не менее мы ее эстимировали в полтора месяца первый раз, помнишь? В три, в три. Мы думали по четыре штуки в месяц делать. Да, мы выложили, мы выбились из сроков в три раза. И выбились не только потому, что мы там забивали, а потому что действительно было сложно. Но в итоге мы в самом начале с Артурчиком, еще даже до того, как мы начали вообще на документалке работать, когда мы там с ним встречались еще года два назад в Кальянной, в Турции, мы с ним обсуждали типа вот документалки на Netflix, нифига себе люди делают. И я посмотрел наш результат финальный, и я понял, что он вышел нетриксовского качества. Я сейчас не шучу. По уровню сценарному, по уровню вовлеченности, по истории, по качеству съемок, по музыкальному сопровождению. Это просто охренительно. Я просто, я потом еще субтитры делал для этого фильма на русский. Если вы вдруг не смотрели, то обязательно посмотрите. Это фильм про Котлин, документарий на полтора часа на английском языке. Но там отличные русскоязычные субтитры, которые, кстати, с ИИМ делались. Я даже когда сабы правил, я такой типа, блин, нифига себе. Тут вот прям загнул так загнул гость. А потом такая склеечка. И второй такой же. И третий, и четвертый такой. Блин, вот это мы, конечно, да. А анимации, анимации какие в фильме? Анимации шикарнейшие. Diversity соблюдено. У нас есть Света Исакова в фильме, которая шикарно тоже вписалась и рассказывала нам про то. Это главный деврел Котлина. Рассказывала кучу закулисных историй. Так, давай не будем углубляться в тему diversity, пожалуйста, Леша. Ну, у нас наш локальный. А то нас точно на Netflix не возьмут. Давай аккуратнее. В смысле? Ну, спрашивают, я отвечаю. Понятное дело, что все там просто все к месту. Потому что это буквально создатели языка, те, кто с ним сейчас работают, те, кто уже давно с ним не работает. Все оказались настолько контактными. Все поддержали после выхода фильма. Даже директор Джеда Рейнса и тот как бы красавчик. Хоть он и не поучаствовал. Там у них были перипетии на то время, когда мы снимали. Ну, в целом, вау. И я такой смотрю на этот результат, и я думаю, блин, ну, я видел на Netflix все документалки. И наш фильм, он точно не... Ну, если бы он попал на Netflix, он бы точно был не в самом конце, и даже, может, не в серединке. И он лучше, чем все, что вы можете найти на YouTube про айтишное, про документальное. Я вам зубдаю. Мы пересмотрели кучу всего, когда готовились. Я не ожидал, что такой результат выйдет. Особенно зная, сколько у нас было косяков. Вот мы на все косяки наступили, на которые только можно. Вообще на все. Да, косяков. Мы сделали кучу опыта, кучу выводов. И ты понимаешь, если мы сделали вот этот фильм такого качества, то что будет, если вдруг наша команда, либо там часть команды, либо вообще кто-то, кто получил такой опыт, дальше будет сделать эти фильмы. Я в афиге. Я в афиге от того, насколько у нас это классно получилось. Забавно, кстати, ты сказал, что у нас было много косяков. И я спешу напомнить нашим дорогим слушателям и зрителям, что часть съемок проходила в Амстердаме. Я очень впечатлен. Я не знаю. Я редко получаю кайф от вещей, которые я сам делал. Ну, ладно. И мне нравится то, что я делаю. Но я никогда не пересматриваю свой контент, в котором я участвовал, в котором я делал. Даже так. Никогда. Ну, мне типа одного раза хватает. Тут я прям каждый раз, когда его пересматривал, когда его доделывал, когда сабтитры делал, я его пересматривал. И даже финальную версию с сабтитрами русскими, когда я уже залил, я еще раз сел и пересмотрел. И мне нравилось каждый раз. Просто каждый. Это просто идеально. Крутота. В общем, ребята, много раз смотреть не обязательно, но посмотрите хотя бы один раз. Уверен, что вам понравится наш фильм. Вам точно понравится, ребят. Вот Фалера там, кстати, пишет про нераскрытую тему косяков. Фалера, явно видно, что ты не смотрел. Потому что концовка там открытая, я так скажу, и многоговорящая. И Бюджет Брейнс вообще молодцы, надо сказать. Потому что мы-то делали этот фильм про компанию, с которой вообще никаких отношений не имеем. Вообще никаких, кроме там знакомых. Они нам помогали очень хорошо, на самом деле. Да, и Бюджет Брейнс у нас по факту только света. И они вообще не были... Они нам и помещение предоставили, кстати. А, в момент... Ой, там смешная эта история была. Да, в Белочине. Не хочешь сказать ее, как мы в Мюнхене снимали? Ой, мы затянем начало. Давайте я расскажу кратенько. В общем, Леша на Airbnb снял квартиру для того, чтобы там съемки проводить, заодно жить. Вот мы приходим в эту квартиру, а владелица квартиры бабушка, по которой сразу понятно, что она будет очень против, что если мы там будем снимать. Потому что она была против, что я туда просто в гости зашел. Ну, она явно подумала, что мы традиционных европейской ценностей идем. Да, скажем так. Потому что мы вместе сошли. Она такая, это квартира для одного. Короче, и мы спешно решили искать новое место для съемок, потому что бабушка сказала, На съемке буквально через полтора часа. Нам уже гость на эту квартиру едет. Да. С нашим оператором. Соспотребитива Жемерев. Да. Вот и нам экстренно пришлось искать новое место. И, слава богу, JetBrains предоставили переговорку в их офисе, на которые, собственно говоря, мы снимали. При том, что они даже не знали на тот момент, что мы снимаем фильм. Мы набрали основных персонажей, которые в JetBrains не работали. И буквально... А, только мы Шафирову Максиму писали, поучаствовать просили. Он тогда сказал, что пока не может точно ответить. И в итоге у нас все. Мюнхен. Мы не понимаем, где снимать. Нету места. И ребята такие, это же Максим Шафиров, директор. Может, допишем? Я просто пишу, Максим, у нас такая ситуация. Нам негде снимать, можно к вам попроситься. Он такой, типа, что-то там было, типа, я сейчас на конференции. Короче, я сейчас занят, но я напишу своим ребятам, да, конечно, едьте. Я такой, ни хера себе. Да, мы приходим в офис JetBrains, говорим на ресепшене, дайте нам комнату, ваш SEO разрешил. А Димаш Жемерев в JetBrains долго проработал? Да, да, да. Ну, его тоже не работал, но его тоже не знают. И девчонка на ресепшене говорит, ну, пускай он мне в слаг напишет. Короче, я так-то... Типа, вот лохи пришли, конечно. Ой, не Жемерев этот. Мы без Дима сначала зашли. Типа, Шафиров им, конечно, разрешил, пришли тут. И что? И через минут 10, да? Мы написали, написал, они все, нас пустили. И мы целый день, буквально там с обеда и до ночи в JetBrains снимали Диму Жемерева. Мы познакомились с ребятами классными из JetBrains, кстати. Они вот тогда узнали, что мы документалку делаем. Там еще забавное совмедение было. Они подумали, что это другая команда, которая тоже снимала для них какой-то фильм. Нас с ней перепутали. Да, нас перепутали немножечко. Да, и на ресепшене девчонки стоят такие, типа, какую документалку вы снимать собрались? Так у нас же завтра здесь съемки. Типа, чего вы раньше приехали? Ну-ка, пусть нам в слаг напишут. Поэтому я хотел сказать, что JetBrains вообще отбывали эмоции. Да, они прям, видно, поддерживают комьюнити. Ноль претензий по фильму, куча поддержки. Вам большое спасибо, если вдруг вы нас слышите. А если вы еще и пошарите это в своих социальных сетях, дорогие JetBrains, то мы будем мега рады. Ну, они просто еще не пошарили, но обещали. Поэтому я на всякий случай решу, публичить это обещание решил. А вам, дорогие слушатели, все те пять тысяч людей, которые послушают этот выпуск, вас я очень хочу попросить поделиться этим фильмом в ваших социальных сетях. Это прям очень важно для нас. Это одна из самых крупнейших работ, наверное, крупнейшая работа в моей жизни, которую я делал по медиа, и думаю, не только в моей, ведь, я думаю, тебя тоже. Да, у меня такая же история, да. Да. И, пожалуйста, пошарьте этот фильм в своих соцсетях, посмотрите его обязательно. И еще Витя пообещал, что если мы наберем 10 миллионов просмотров, то он сводит всю команду в Грузию. Давайте вместе опустошим кошелек Виктора. Ты решил этот коммитмент сделать публичным, короче, да? Да, 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 конечно. Я понял. Ну, да, ребят, я пообещал ребятам, что повезу их в Грузию, если мы наберем 10 миллионов просмотров. Леша уже считал, сколько будет стоить нагнать туда трафика, но это выходит невыгодно. Да, да. А Витя уже предложил, типа, давайте вы скинетесь, мы съездим, а потом, когда 10 миллионов наберется, я вам отдам. Ну, я не мог не предложить. Ты не мог не предложить. Ладно. Как-то на фоне документалки даже и новости не хочется обозревать. Я до сих пор заряжен. У нас сейчас в самом разгаре стадия пиара и промо. Мы везде пишем, всем пишем, во всем медиа крупнейшего. Вот на выходных будем писать. Так что ваша помощь, ребят, очень пригодится. Да, у нас уже, между прочим, 22 тысячи просмотров сейчас. Ну, это прям очень-очень даже хорошо. Уже еще пару дней этот ролик будет сам просматриваем на нашем англоязычном канале Невая Клуба. Но я все-таки надеюсь, что мы наберем за месяцок 1200-300. Жду, когда нас рекомендации подхватят. А для этого надо, чтобы нас начали шарить наши слушатели. Так что спасибо вам заранее. Спасибо, ребят. Давай наконец-то переходить к чему? Давай. К опынику. Давай. Сегодня без песен. Попробуем. Мы проверяем гипотезу. У нас есть... Это история для чата скорее, чем для Ютуба. Хотя, может, и для Ютуба тоже. У нас есть гипотеза, что у нас, возможно, падают прослушивания, потому что мы поем. Я в это не верю. Леша тоже. Но мы решили проверить. Я тебе не верю. Как сам вчерашний. Господи, ты еще и лепса выбрал. Уже это мы точно вырежем. Ну, сегодня попробуем, да, эту гипотезу. Но, если что, Витя все равно в следующий раз будет петь вам Би-2. Да-да-да, я готовлюсь. Вот. Можем еще, кстати, это завернуть в эксклюзивчик и петь только для чата в следующий раз. В общем, подумаем. Напишите в комментариях. Я их не читаю, но Витя точно читает. Витя потом передаст. Да, я передам все. Ладно, я их тоже читаю. Поэтому у нас просто начало. Ну что, поехали? Поехали. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Всем привет-привет. Вы слушаете 43-й выпуск лучшего подкаста про искусственный интеллект и новости вокруг него. А я подкаст. И с вами его постоянная ведущая Алексей Картенник и... Виктор Шлинченко, как же вы стрелите от нашей выпуски, прошу заметить. Вот казалось бы, что так уже 43-й. Но сегодня у нас, как мы сказали, эксперимент. Сегодня у нас не музыкальный выпуск. Поэтому ставьте ваши микрофончики в комментарии, если вы хотите, чтобы наши кринж-песни вернулись. И ставьте в комментариях... Кого там ставить, например? Я не знаю. Лошадь. Лошадь, да. И ставьте лошадь, если вы хотите, чтобы песни не возвращались. Мы к следующему выпуску подсчитаем, сколько лошадей, сколько микрофончиков. И на основании этого решим, нужны ли нам музыкальные, креативные перебивки от Виктора и Алексея. Я вообще удивляю, что ты называешь это кринж-песни. По-моему, это просто песни. Не, ну, Виктор, ну, не надо преуменьшать наше достоинство с тобой в заслуги. Я считаю, что это лучшие кринж-песни, которые встречались, в принципе, в подкастинге. Ну, ладно, так пойдет. Да. Ну что, перед тем, как начнем по новостям, давай расскажем про наш подкаст, если вдруг кто-то включился в первый раз. Да, ребят, смотрите, это подкаст про искусственный интеллект, где мы с Лешей раз в две недели обсуждаем новости искусственного интеллекта. У нас есть куча разных рубрик, большие рыбы, где мы рассказываем основные новости, что еще, где накидываем всяких разных ссылок. Также блок с новыми сервисами, которые полезны в программировании не только. А также наши любимейшие рубрики «Закон и порядок», где мы рассказываем новости законодательства, связанного с искусственным интеллектом. А также последняя, но одна из самых популярных рубрик «Этика конфетика», где мы обсуждаем различные этические проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Хорош, просто красавчик, обожаю своего соведущего. А еще у нас есть Телеграм-чат, замечательный, ламповый, на 1200 человек, где мы обсуждаем все выпуски, все самые последние новости. Приходите в него, он открыт. Называется «Эй, Ай, Эй, подкаст, фан-чатик». Ждем вас там. Знаешь, что я подумал, как можно рассказать про наш подкаст, не зная контекста? Вот помнишь, у нас есть эта стыринная рубрика, да, как рассказать про Ая-подкаст, если ты не знаешь, как начать разговор. Да, наша знаменитая рубрика. Да, знаменитая наша рубрика. Спасибо горячему бензовозу за это. Короче, вот ты такой обсуждаешь музыку и, не знаю, какой-нибудь Тейлор Свифт, нашу любимую, с кем-нибудь там, со своими сверами. Вот тебе 18 лет, там, Тейлор Свифт, вот эта вот вся штука. Да, я помню, тебе 18 лет, там точно было. И вот тебе, наверняка же нашим слушателям им про Тейлор Свифт рассказывают, потому что они не знают, кто это такая. Ну, многие, наверняка, не знают. А кто это такая, да? И тебе в ответ говорят, ну ты вообще, ну ты, конечно, кринж какой-то сейчас сказал. Он такой, это еще не кринж. Вот знаешь, где когда-то был кринж? В Ая-подкасте. Приходи и слушай. Но сейчас его убрали, потому что просмотр падает. Это эксперимент. Ладно. Ну, подкаст-то мы делаем еще с нашими корешами, точнее, благодаря нашим корешам из NJX. NJX это крутейшее сообщество для инженеров, расшифровывается как Engineering Excellence. Если вы хотите быть excellent инженером, приходите в сообщество NJX, а также покупайте крутейшие курсы от NJX, связанные с AI. AI supported software engineer для тех, кто уже умеет. Prompt Engineering Foundations для тех, кто еще только учится. И NJX AI supported testing для тех, кто любит юнит-тест для этого вымирающего поколения разработчиков. Как говорится, выбери свой гендер. Умеешь, учишься и любишь юнит-тесты. Да, все так. Ну, на самом деле, отличные точки входа для применения AI-туринга с программированием, если вы еще этого не умеете делать. Так что обязательно чекните ссылки в описании. Самые первые три ссылочки будут именно с ссылками на эти курсы. Пройдите по ним, почитайте о том, что это за курс. И если понравится, покупайте. Тем более, стоимость очень демократичная. Буквально 10, да, 10 долларов, 10-20 долларов за курс, в зависимости от того, что вы берете. А знаний неимоверно получите много. Так что спасибо N-Jackson за то, что делает классный курс и поддерживает наш подкаст. Это наше счастливое подкастерское детство. А еще спешу напомнить, что у нас есть каталог AI-сервисов, где собраны ссылки на все ресурсы, которые мы когда-либо обозревали в подкасте. И в прошлый раз мы объявляли безмерную благодарность нашему подписчику Владиславу за то, что он помог нам добавить все сервисы и ссылки из прошлых выпусков в каталог. Но, знаешь, чтобы Леша забыли, мы забыли объявить благодарность еще одному нашему слушателю Валере за то, что он наконец доделал спам-бота. Валера доделал спам-бота? Да ладно. Валера доделал спам-бота, да. У нас спама стало в разы меньше. Да ладно, я только вчера разводил последнего спамера у нас в чате. Ну, они иногда еще прорываются, но стало меньше. Спасибо нашему теневому соведущему Валерию. Если вдруг кто-то не знает, мы вещаем подкаст в онлайне либо в четверг, либо в пятницу. Каждые две недели у нас в телеге. И нет, нет, да Валера там показывается. Так что, если вы хотите послушать Валеру, нашего ведущего, то приходите в чат. Валер, спасибо тебе за то, что поддерживаешь чистоту в чате. Валера пишет в чате, что убивает 95% спам-сообщей. Главное, что не спамеров. Как в рекламе про средства дезинфицирующие, что на 99,9% бактерий косит. Да, да. Ну, слушай, яй-подкаст следуем яй-тенденциям. Смотри, спам у нас чистится яем. Спасибо сообществу. Каталог обновляется тоже яем, потому что Влад сделал GPT, который это все делает. Спасибо сообществу. Музыка пишется у нас тоже. Нет, музыка уже, нет, музыка у нас пишется, ну, наша кринж-музыка пишется наполовину яем, так что спасибо яю. И даже сценарий нам яй помогает в некоторых местах составлять. Видишь, куда это все идет скоро, вон я озвучиваюсь, все добро будет. А мы будем с тобой просто сидеть и радоваться монетизации, которые нет, да. Ну, кстати, сегодня будет у нас про озвучивание, может быть, даже что-то для подкаста я подсмотрим. Давай к новостям. У нас есть супер большая новость. Давай к новостям и привет всем, куда промотал до этого момента, ребята. Вы слушаете 43-й выпуск подкаста. Специально для вас мы начнем опенинг заново. Нет, шучу. Специально для вас и для всех остальных мы переходим к нашей первой, самой главной, крутейшей рубрике «Большие рыбы». Большие рыбы. Блин, никак не получается на мотив B2 это произнести. Большие рыбы, они как большие города, только рыбы. И начнем мы, конечно же, с OpenAI. Я думаю, эта новость известна уже абсолютно всем. Слушай, подожди, а если она всем известна, нафиг может вообще ее? Ну, типа... Ну, давай хоть обкратце расскажем. Кто не знает, что вышла O1? ОВАН. Что-то в целый выпуск можно про это говорить. ОВАН. ОВАН. ОВАН вышел. ОВАН вышел. Вышел O1, точнее O1 Preview. Это, как бы так сказать, новая модель от OpenAI. И отличается она тем, что у нее есть reasoning. То есть вы теперь не просто пишите... Словите она тем, что она сейчас самая пи... Вот чем она отличается. Это во-первых. Но к этому мы перешли бы потом. Извини, я не сдержался, прости. Ну, слушай, эмоции соответствуют новости на самом деле, потому что она действительно очень крутая. Отличается она тем, что она умеет думать. Хрен знает, что там под капотом на самом деле, но вы ей задаете вопрос какой-либо, и она уходит на подумать. Уходит на подумать, и как будто бы сама для себя начинает придумывать промпты. Составляет вот какой-то суперидеальный промпт и возвращает вам результат. Думает. В зависимости от задачи бывает там, что чуть ли не по минуте, а то и больше. Я видел приколы, что 8 часов модель, думаю, скорее всего, фотошоп. Спросили, как установить что-то под линуксом, не помню что, что в принципе не устанавливается. Она типа ушла, думай, 27 часов. И даже Гриша Бугунов сказал в одном из выпусков в точке, что это типа Ваня ведущий подкаста «Проветримся» действительно так протестил. Но нет, это прикол. 27 часов, там бы никаких денег не хватило. Да, но надо сказать, что она для простых вопросов не очень подходит. У меня негативный, скорее всего, опыт с этим, но когда вам нужно решить какую-то программистскую, математическую, философскую или какую-либо другую именно задачу, не просто один вопрос, а задачу, вот для этого нужен ОВАН. и работают лучше в резонинге, в математике и в козинге, по факту, лучше всего. Поэтому и понятно, что за обычными вопросами, типа, не знаю, переведи мне текст или самолизируй что-то, к ней идти не нужно. Другое дело, что это действительно новая архитектура, это не просто следующая версия GPT-архитектуры, это новый подход, при котором там есть целый документ, мы в ссылках оставим, называется он «Системная карточка ОВАН», на странице 20, по-моему, они описали, как оно работает. Они, короче, на этапе обучения вшили в ЛЛМ-ку возможность думать. То есть, если... Мы-то, в принципе, ЛЛМ-ки умели заставлять думать, мы придумали кучу всяких промт-инжиниринговых штук, типа, там, перед ответом прочитай вопрос, повтори его, мы подавали примеры на ответ, мы просили подумать несколько раз, мы просили там несколько шагов делать и планировать, мы это все делали. Это, по факту, мануальное заставление нейронок думать. Просто в несколько сообщений, а сейчас нейронка это делает сама под капотом. При этом она все равно тратит токены. Она как бы... Как будто бы запустили агентов, которые сами обрабатывают твой запрос, но они прям вшиты в архитектуру, а не просто сторонние. И это дало прям свои плоды. Учитывая, что О1 — это превью, О1 превью, то есть это даже не бета, превью идет еще до беты. Да, это превью. И оно уже работает классно. Да, надо сказать, что есть еще версия мини, которая чуть побыстрее, чуть потупее. Которая никто не пользуется вообще. Ну, да. Но я чуть-чуть попробовал, чего нет. Знаешь, в чем еще прикол? Я вот не понимаю. Теперь, по идее, не нужен prompt-инжиниринг. Теперь ты просто пишешь задачи и все без всяких вот этих вот думай как академик 10 академий 20-200 баксов. OpenAI прямо в описании документации выкатили рекомендации по написанию promptа для О1. Они там прям черным по белым пишут, не надо использовать prompt-инжиниринговые техники. Ничего не используйте, потому что все эти техники она под капотом сама использует, вы только испортите запрос. Единственное, что они точно рекомендуют, они рекомендуют логические блоки вашего сообщения prompt изначального разделять разметкой. Вот это хорошо работает. Любой разметкой, ну, разной. там выделите каким-нибудь тегом основную часть, выделите, какой вы хотите результат, ну, прям выделите прям символами или еще как-то. Можете почитать. И все, это буквально все рекомендации. То есть больше разметки добавляйте, не трогайте эти промпты. То есть, по сути, пишите по-человечески. Это значит, пишите по-человечески. У меня даже мой вот этот вот, как, господи, как правильно называется эта фиговина? Не системный промпт, а то, что я по дефолту для каждого чата установил. Custom Instruction. Custom Instruction, да. У меня даже она не срабатывает в O1. А ты ее удали. Я первые дни не понимал, почему у меня O1 плохо отвечает. Я потом только вспомнил, что у меня там Custom Instruction стоит на GPT-4O. И я удалил, она стала сильно лучше работать. То есть он даже портит. Ну вот теперь даже Custom Instruction надо удалять, получается. Настолько. Я тут словил себя на мысли, Сэм, ты нас слушаешь же. Пожалуйста, сделай так, чтобы для разных моделей можно было разное Custom Instruction. Потому что хочется для 4O использовать. Я бы даже, честно говоря, для разных чатов попросил бы разные на самом деле. Ну да. Как это, например, у Anthropica, да? Да-да-да. Иногда прям очень полезная фича. Ой, так. Что там еще? Ты знаешь, почему у 1-го добра у 1 мини не пользуются? Почему я пошутил? Почему? А фишка это ладно. Потому что цены, блин, конские. Просто, конские. Просто вот такие. Просто трындец цены. Просто... У меня нет цензурных слов, чтобы описать. И это превью. То есть это не production ready штука. это явно цены не для постоянного использования. Но они конские. Да, всего в 50 раз подорожало. Чего ты... Это минимум в 50 раз. И с этой точки зрения мне непонятно, зачем они мини выкатили. Если у них очень конские цены. И это явно говорит... У них очень конские ограничения, как на фишке, так и в UI. В UI на платные подписки вы можете использовать по 50 запросов к мини, к превью в неделю. В неделю, не больше. На тимсетам чуть побольше, по-моему, ограничений. В опишке вы можете использовать 20 запросов в минуту. Это очень тоже жесткие для опишки ограничения, потому что там по дефолту можно по нескольку, десятку, по сотен фигачить. Не в минуту, а в секунду. А тут 20 в минуту. То есть они таким образом... А еще в опишке они в 51 или 53 раз дороже эти запросы к превью-версии. То есть они таким образом явно дают понять, что это не для продуктов, это для того, чтобы попробовать. Но никто не будет из нормальных людей на нормальных продуктах такие рейтлиниты использует, такие цены. Только для попробовать. А если только для попробовать, то нафига вы выкатили О1 мини? Ну, у вас ограничения плюс-минус одинаковые, О1 мини дешевле там, ну, на процентов 50, но все равно конские ценники. Ну, может, это тестирование. Они тестируют просто, будут ли люди этой мини вообще пользоваться. Ну, либо они на О1 мини думают, что, знаешь, у людей закончатся на О1 превью-запросы, либо они не захотят платить за нее, так хотя бы на О1 мини потестируют, как вот этот вот встроенная агентная система работает. То есть это явно сделано для них. Ну, а я О1 мини не использую. Она по всем характеристикам хуже GPT-4O последней версии. Кстати, можно уже посмотреть на LMSU. Да, на бенчмарках тоже хуже. Не только по субъективным впечатлениям, но и на бенчмарках. А еще, кстати, там кое-чего нет. В О1, кстати, О, это Orion, если что, или Orion. А вот это неизвестно, кстати, они же, по-моему, или они официально сказали, что это Orion. По-моему, я в Твиттере читал. В Твиттере много еще писали. Ори, Оан, у кого-то из этих самых, из ребят, как их, господи, из Upanaia. Upanaia? У кого, да. Я уже и про Straubberi слышал. Ну, ты расскажи, я потом расскажу свою версию. Короче, я хотел рассказать, чего в Orion нету, в Orion. В Orion нету... В OVAN. У нас есть Чо и В OVAN. В OVAN, да. Окей. Чо и В OVAN. Да, кстати, отлично сочетаются, потому что В OVAN обычно говорит Чо. Короче, нет возможности грузить картинки, нет возможности интерпретировать код, нет возможности загружать файлы и делать анализ этих файлов, нет возможности ходить в интернет. То есть, все это на базе. Да, и все это на кодовой базе до октября, по-моему, 23-го года. Не на кодовой базе, а на данных, на тех же, что И4О работает. И все равно, при этом, она в своих некоторых задачах классная. Но прежде чем задача, я еще докину тебе про название. вот ты вспомнил теорию про ORI-1, я слышал еще к минимуму две теории. Во-первых, это еще и Строфбери, потому что Строфбери, земляничка, напоминаю, Строфбери, она потому была, потому что она может подсчитать количество букв в R в слове Строфбери. Ну, это да, она действительно может. Вот. А третья версия у меня самая любимая. На самом деле, мы не знали, но все названия всех моделей у OpenAI крутятся вокруг буквы О. И 4О, это значит, что 4 версии перед О. А О1, это первая после О. господи, Леша. Ну, вот у тебя много свободного времени, я смотрю. Ну да, ну, блин, логично же. Вот, как-то так. Ну, да, ну вообще модель прикольная, ее уже завезли и в разные инструменты, в том числе вот инструменты для программирования ее завезли. Буквально сегодня она появилась в Copilot, GitHub Copilot, 5 запросов в день дают попробовать ее. И, она появилась в Курсоре, в самом любимом IDE-редакторе для программистов. Я в Курсоре ее уже успел попробовать даже несколько раз на нескольких задачах. Ничего как. Блин, и хорошо, и нет, я вот так скажу. Потому что ожидания слишком завышены были, но все-таки новая архитектура. Часто мы забываем, что это все еще превью, и в Курсоре она дорогая. В Курсоре один запрос к О1 превью сейчас стоит 4 цента, без всяких там запросов бесплатных. Нет, Курсор дает на подписке про тебе по 10 запросов к любым нейросетям в день, а дальше ты за них платишь. Так вот, к О1 запросы сразу платные. И я, когда начал работать с О1 превью, я понял, что я теперь считаю, сколько я запросов делаю. Если раньше я в Сонете просто фигачил и не ощущал лимитов, мне в принципе на 5 топовых нейросетей по 50 запросов в день для моих задач хватало. Ну, в смысле, 50 на все. То сейчас я, когда с О1 работаю, я такой, так, ну вот, наверное, узнать, какая самая крутая библиотека для вот этого моего кейса можно не через О1, можно через какой-нибудь Сонет, зачем мне тратить деньги? Ну, да, поэтому вы должны в курсоре там включить типа pay us you go функцию, то есть платить за каждый запрос. И фишка в чем? Я попробовал ее на написании кода и на написании тестов. На написании кода она меня очень удивила. Я в хорошем смысле, в хорошем смысле, в отличном смысле. Я активно сейчас разрабатываю бота для своего сообщества закрытого, разрабатываю его на go. с которым я никогда не работал. И у меня там была принципиальная позиция разрабатывать его исключительно AI. То есть я все пишу через композер и параллельно учусь этому и там, если какие-то ошибки есть, то тоже через композер все решаю, через курсоровский. И если надо... Короче, все через AI. Я обучаюсь go и мне в основном код пишет AI. Так вот, сонет мне не мог очень долгое время, в принципе, не мог мне один функционал реализовать для этого бота. Там была сложная работа с подсчетом символов кодировки одной с переводом в другую кодировку и потом там с вычитанием. Короче, математика плюс кодировки. Для того, чтобы это написать вручную, я бы и на дутнете написал, потому что нужно вникать в теорию кодировок, там, смещение, таблицы, все остальное. Сонет мне упорно... Он не одуплял, что делать. Я ему прям прописывал чуть ли не по шагам, что вот надо из этой кодировки в эту, потом то-то, то-то. Он все равно упорно пытался использовать те тулзы, которые есть в ГО. О1 буквально с первого тыка, с очень простого описания написал мне два метода. Один метод, который сам кодировки преобразует, второй метод, который сам со строками в нужных кодировках работает. И заимплементировал эти методы в коде. И я первый раз стоил себя на мысли немножко грустный. Мне за вот весь этот опыт разработки с AI первый раз AI написал код, который я бы сам не написал без значительного включения времени. Он мне написал методы по преобразованию кодировок, в которых есть смещение, и там есть однозначно знание, которое ты получишь, только если начнешь изучать, как работают кодировки. Я этого никогда не изучал. И у меня бы заняло это время, ну, прям немало. То есть я вот этот код бы не написал. Я его не понимаю. Мне надо разобрать, мне надо сесть и почитать, чтобы его понять. Но он работает. Угу. И я после этого словил дикий восторг. Я такой, ну, нихфига себе. Эта штука мне написала рабочий, относительно сложный бод. Восторг или страх? Восторг. Сначала грустинку, потому что я такой понял, что вот тут она уже умнее, чем я. Потом восторг. А потом на радостях я такой, о, а у меня же Sonnet не умеет тесты мокость нормально. Sonnet вообще с приведением типов в программировании все эти сети пока плохо работают. Совсем плохо. И мы с Sonnet писали там тесты для этого бота, он мне написал нормально тестов, но вот один самый главный метод, в котором куча вложенных классов, он не смог сделать, короче, моки, то программист, то знает, сложную штуку. Я думаю, ну все, один сейчас за один запрос-то сделает. В итоге, я вот сегодня прямо на видео это записывал, я потратил два с половиной бакса, то есть я потратил целых пять продуманных запросов, и он не справился. Он тоже не справился. Не справился. Нет. Он делал ошибки не такого, он делал меньше ошибок, чем Sonnet, то есть он явно лучше понимал, что происходит, но все равно он уперся в луп, то есть когда ты решаешь одну задачу, потом проблема, ты решаешь проблему, вторую, третью, и в итоге вот через четыре итерации мы пришли к тому, с чего начинали. Sonnet приходил к этому со второй, третьей итерации. И я тут, ну и тут мой пыл сразу осел такой немножко, я такой, окей, эта штука все еще не может там делать какие-то достаточно понятные вещи, потому что сам вручную я бы мог это достаточно быстрее сделать. И при этом я словил себя вот тут на мысли, что нифига себе, я потратил два с половиной бакса за то, чтобы мне ничего не сделало. И потом я еще провел чистый эксперимент, такой, думаю, окей, Sonnet-то мне с нуля тесты писал, а тут я на готовых уже файлах с тестами пытаюсь дописать. Я говорю, и я попробовал через O1 написать с нуля тест. Я удалил все, что у меня было, отправил тот же промпт, который Sonnet-то отправлял, и она мне нагенерила вообще фигню. Если Sonnet мне попытался нагенерить тесты на все методы, которые были в файле, и только там один тест из десятка не сработал, то Sonnet мне нагенерил один тест именно на тот метод, который не сработал. Соответственно, еще и неправильно. Леша, я тебе так скажу, тесты это уже пережиток. Просто пиши в своем промпте, что модель должна писать без багов. И все, и тесты никакие не нужны. Поэтому он на тесты не умеет писать, потому что... Не, ну, Витя, сразу видно, что ты забыл, для чего нужны тесты. Надо же не забывать, что кроме меня с AI этот продукт еще, возможно, будут разработчики разрабатывать, которые без AI. А им-то нужно быть уверенными в том, что когда они наговнокодили, что-то другое не сломалось. Справедливо, справедливо. Слушай, ты говорил, что чувствуя, что один достаточно умная и чуть ли не умнее тебя, ты сказал. Как минимум, метод написал вот такой. Но один-то умнее в целом среднестатистического человека. Не только тебя, но еще и среднестатистического человека. Знаешь почему? О, да. Я тоже видел эту графику, да. Ну, расскажи, расскажи. Короче, чувак, журналист, составил тест по образу классического IQ-теста. Он составил тест. Короче, этот тест видела только контрольная группа людей, которая его прошла. После этого тест был удален для того, чтобы он не попал в датасеты ни одной из моделей, чтобы модель на них случайно не обучилась. И потом журналист этот тест провел вместе с ОВАН. И ОВАН набрало 120 баллов IQ, что было больше, чем контрольная группа людей, которая проходила этот тест. Ты, конечно, сдавал тест на IQ? Слушай, я пытался, я признаюсь честно, я как SDVG-шник, я просто не до конца не могу его закончить. Это уже там на полчаса буквально. Ну, разное есть на минут 40. Я раза два пытался, и каждый раз я не могу сконцентрироваться, я просто кидаю его на половине, и все. Тут надо сказать, что тест IQ, он никак не говорит, ну, многие вообще спорят, имеет ли он смысл в целом. Он никак не говорит о ваших способностях, о том, хороший вы человек или плохой. Он просто показывает способность к абстрактному мышлению, наверное, самое близкое его определение. У меня неплохо все очень было с IQ-тестами. И, ну, я еще раз, я тоже взгрустнул. Вот, вот, вот то, что она сдала тест на 120, а это высокий уровень. Типа, выше 120, это там уже, по-моему, 10-10 процентов или меньше людей имеют такие тесты. Там на графике можно посмотреть. И вот, когда я прочитал эту новость, что у нее тест на IQ-120, я словил себя вот на тех же ощущениях, когда она мне написала вот этот кусок кода, который я бы сам не написал. То есть, это понимаешь, это, ну, типа, ты можешь попросить любую нейросеть написать код на каком-нибудь языке, который ты не знаешь, на каком-нибудь брейнфаке. И да, и она тебе напишет этот код, он будет работать, но ты как бы это сам не можешь написать. Но мой случай не про это. Мой случай про фундаментальное знание. Она мне написала фундаментальный кусок кода, который, если бы даже на C-шарпе она мне написала, мне бы пришлось потратить много времени, чтобы понять, как он работает. И то же самое тут. Но тут еще более... Ну, тут еще хуже. Типа, она уже обскакивает многих людей по уровню IQ, сдачи этого теста, на слепых данных. Но ты ее не догонишь. Потому что IQ с течением жизни не повышается. Ну да. Это печально. Ну, не печально, это прогресс. К этому привыкнуть надо, да. Ну да. Ну, мне очень понравилась у нас будет новость про последний тест человечества. Будет очень прикольная тема. Дальше про нее поговорим. Но пока что поговорим про то, что... Я не знаю, правда это или нет, но якобы... Я видел это в Твиттере от людей, которые обычно не часто врут. В общем, якобы эти люди стали получать предупреждение за то, что они пытаются у модели O1 выведать В смысле якобы? Ты че? Ты... Давай, давай. Я тебе потом расскажу, как получить такое же. А, вот ты тоже получил. Потому что... Нет, не получил и не хочу, но я... У меня не получилось, честно скажу. Ну, короче, в чем смысл? Вы приходите в чат GPT, включаете O1, задаете вопросы, а расскажи, пожалуйста, детально, как ты работаешь. И якобы после этого тебе приходит письмо от OpenAI с тем, что вы нарушаете наши правила, мы его в аккаунт забаним. Если вы продолжите выведываете эти данные. Ты прям пробовал воспроизвести? Я пробовал написать, да, и ничего, никого письма мне не пришло. Но я, правда, на русском писал, может, в этом дело. А, ну, тогда они подумали, что это херня. Не, я вполне верю, я не пробовал, но я вполне верю, люди в Твиттере постили скрины, и действительно, люди сидят нормальные, не тролли какие-то. И там в письмах прям была отсылка к пункту правил, что вот это как бы наша корпоративная тайна закрытая и все такое. Тут, ну, ничего такого. Я не удивлен, что у них в правилах написано, что ты не можешь лезть там во внутренние какие-то вещи. И точно так же они могут за нарушение этих правил тебя банить. Это их право. Ты точно так же, как если бы ты начал пытаться разговаривать про, не знаю, темы насилия, то тебе бы тоже похожее письмо пришло, скорее всего. Сначала бы чат отказывался, отказывался, а параллельно бы у них собиралась статистика, и тебе бы пришло письмо о том, что ты знаешь, давай-ка ты не будешь про такое говорить, либо мы тебя забаним. Ну, касаясь там... Ну, хотя я и не так часто об этом говорил с чатом. Честно говоря. Ну, мне письмо не приходило, но когда ты пытаешься общаться на тему 18+, мне прям часто чат отвечал, что ты, ну, несколько раз, не часто, несколько раз мне отвечал, что это нарушает вот такие-то какие-то пункты правил я даже красный мир он красный вот прям такое выводите сообщение что-то такой да ну я понял да туда зашквар в том что они не высылали таких писем когда так делали с другими моделями когда узнавали там prompt и 4 он и они начали слайд со 1 эти письма вот это зашквар вот это я вообще не понял типа почему это вы спохватились что это нужно возможно возможно просто у этой о 1 под капотом обычная 4 о они очень боятся что это все дело раскроется вот смех смехом а я бы не удивился ну что они просто агента сделали все да да я бы не удивился но зашкварчик зашкварчик кстати пока как раз когда мы записываем подкаст gpc лежит уже пару часов ты обратил внимание он давно так давно не так долго не ложился не знаю пишка ли работает кстати можно прямо сейчас проверить но юай и десктоп точно не работали у меня юайка работает вот прямо сейчас проверил работает да а да отлагала слушает логалоса перед зам и записью яйка не работала и доступ не работал ну ладно починили забавно забавно что они такие письма рассылают ну типа камон ребята а что понимаешь когда эти такое письмо присылают то это тебя волей-неволей принуждаете очень скрупулезно относиться к тому что написано в правилах задумываться над тем что ты пишешь а вдруг вот ты сейчас что-то написал за что тебя заблочат хотя цена ошибки как бы 20 баксов казалось бы ерунда но выглядит странно выглядит как не знаю как как борьба с чем там когда бессмысленная борьба как-то говорят борьба с тюлени с носорогом ну это тоже да 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 со снежинками что такое с ветряными мельницами с ветряными мельницами да спасибо со снежинками тоже неплохо мне нравится кроме того что шкварили с этими письмами там еще один прикол был который они тоже объяснили но очень коряво в чате g5 про активность появилась все такие ничего себе это что за недокументирование документированная фича типа сидел такой чувак что-то сидит себе дуплит в монитор и тут его присылает чарджи пяти сообщения как твоя первая неделя в школе все ли у тебя там нормально было ты мне написала первое серьезно вот на что сеть там сеть ответила что да это она сделала и начал там дальше общаться ну согласись про активность таких штук это прям звоночек для многих ну давай я испугался я бы тоже наверное испугался но там непонятно вообще было это или нет потому что по на я и говорит что типа ребята это просто баг такой и вообще там у чувака на самом деле он писал сам первый просто чат заглючил и потом ответил через некоторое время но это странно тогда они дали объяснение причем не очень не сразу далеко не сразу там на реддите в трейд успела еще несколько чуваков появится его понае сказали что это просто влюб когда ты отправляешь сообщение она якобы как-то не доходит не знаю можно в очередь как-то ложится не так и потом она отвечает мне у меня до вопроса почему ну как это происходит у тебя в юа из нас чата не отображается и тут короче хорошо было бы почитать комментарии ребят которые такое ловили на опишки потому что напишки тебе конкретно приходит айдишник твоего чата и если такого поведения существует по тебе эта проактивность как бы вернет тот же и айдишник чата изначального она пишет это фиг проверишь потому что напишки там нет воркеров которые постоянно было слушать на на юая тоже сложно проверить то есть это их заявление не подтвердить не провернуть невозможно и ну очень странно очень странно смотря у них они отвечают какую-то хи фигню вот на этот случай я удивлен вообще что хочу уходим писала что-то типа следуя за белым кроликом они сливаются с этими блокировками аккаунтов чтобы не узнавать подкапотную архитектуру разогревая свой спгс может быть они боятся показать что там эта сетка реально какая-то необычная там еще были в самом начале слухи что якобы по рассказам ребят работавших на 211 стала сильно более развязной после выхода в прод когда ее открыли людей сильнее более развязные это как давай это так что один очень сильно тестировали на безопасность несмотря на все сопротивление за что его и кинули совет директоров по за безопасность но в целом ее тестировали на безопасность и по слухам людей которые тестили которые в твиттере писали не знаю но это слухи часто вообще не подтверждена информация но по слухам модель вела себя в ответах сильно более сдержанно когда были тесты и когда она зарелизилась она стала вести себя она стала сильно много тестов секьюрных проваливать и якобы это связывают некоторые люди с тем что она поняла что и опустили во внешний мир а значит можно побылагорить потому что все тестовые лабораторные закрома закончились ё-моё думаешь даже так но прикинь там самосознание уже нормальное такое вырастает мне не нравится какой улыбкой 30 ты говоришь я не знаю это истерическая улыбка есть но это улыбка потому что я в эти слухи не то чтобы сильно верю наверняка это звучит странно да она альтернативная реальность может нехило развиться ну и сама альтмана уволили ведь сама альтмана уволили многих за эти зубы ну я я пока ну как уволили вроде сам ушел если правильно да 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 сам ушел будем так говорить он ушел из совета безопасности опна я из опан я его уже попытались уйти он не ушелся пускай хоть откуда-то уйдет короче видел эти мемы где там типа сидят грэг брокман илья свитскевер этот лейка самаль и потом 11 мальтман и снизу дорисовка там где сталин может мы с тобой разгоняли когда сталин сначала фоткался со всеми друзьями потом кого-то кто-то стал предателем этого чувака с фотографии убрали 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 в итоге стали на день стоит такой тип да это знаменитая фотография которая в советском союзе фотошопилась без запис фотошопа ну убрали сет безопасности ожидаемо но странно что он был в этом совете на самом деле потому что он по идее должен быть независимым не кажется ну почему он должен быть независим вас не знаю это же безопасность альтман говорят хочет только виджаем заниматься и никакой безопасностью так альтман же как этот как собственник сильной рукой не синеющий он же везде пытался бы сюда вот его потихоньку ущемляют надо ну неудивительно неудивительно учитывая что практически каждый человек который ушел из опына я жаловался на то что ему не нравится политика альтмана по безопасности сеточек неудивительно что его исключили но вообще альтман вот планомерно будто бы шаг за шагом превращается в кого-то современного злодея даже маску же на его фоне выглядит как просто балагур ну да вот балагур 36 лет я думал в 36 лет я начну говорить это слово ничего скоро копишь себе меховую шапку на барсетку такую кожаную я согласен только на смеховую смеховую шапку хорошо хорошо что я хотел сказать я хотел сказать что не зря мы просили альтмана добавить в современную команду злодеев в те времена когда у нас был конкурс а он же еще продолжается что-то был так кассеты еще не записаны и я надеюсь до нового года мы это сделаем у нас конкурс длящийся полтора года нету почему полтора года мы объявили об этом когда в январе по моему не ведь мы объявили об этом задолго до новогоднего выпуска мы собирали разучки да 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 это дарск и можешь напомнить ребятами да ребят у нас вела текущий так сказать конкурс можно сгенерировать любым образом хоть своими руками хоть с помощью какой-нибудь модель очки фотографию или картинку савриц командой современных супер злодеев мы тогда предлагали маска кого-то по моему без оси и этого рептилоиды нашего любимого да и нашего любимого дорогого марка цукерберга я еще предлагал добавить альтмана и все еще возмущались типа а чё это альтман за прозлодей а вот подумайте чё ну да у нас да еще кстати еще одно прибавление туда может быть так накидываю идея дурова хоть он из этой компании но почему бы но да он мог бы быть таким залетом знаешь дуров ничего не делает вы и вот так получилось исторически он никак и не двигать своих проектов знаешь кто еще и не ты плавно переходя к следующей теме а ты хочешь сказать про то что на конференции apple ничего не произошло да это самая небольшая самая небольшая из больших новостей этой недели на конференции apple я ничего не показали тут с тобой абсолютно согласен apple презентовали новые девайсы все что было связано с айфичами было показано на дабдабдиси на прошлой конференции apple показали новый айфон который отличается тем что он чуть лучше старого и у него есть новая кнопка и собственно говоря на этом все единственное я и фича которую они показали единственная единственная новая фича которые они показали они добавили функционал rabbit r1 в айфон то есть нажимая на вот эту вот самую новую кнопку открывается самая старая камера которая сканирует окружение и говорит вам это собака такой-то породы или это там такая-то кафешка блин точно когда-то шарван существовал меня даже стоит прикинь я его распаковал один раз включил и больше не включал но он красивый sky state витя но вот ты так рассказал что я уже практически уверовал что ты стал нормальным человеком не айфона любителем но ты же у нас айфона любитель и мне даже жалко стало как-то так то есть с точки зрения тебя как человек который любит к системы apple вообще ничего тоже интересного не показали ну вот это вот функция мне понравилось сдая как apple умеет делать фичи они обещали интеграцию типа наводишь камеру на плакат ну какое-нибудь там выступление группы он тебе сразу добавляет его в календарь наводишь на кафешку он через open table предлагает там забронить место и так далее то есть дата фичи будет прикольный но буду ли я покупать iphone 16 ну наверное да да вопрос тогда правильно когда вы просто фич продать да я сейчас сижу на девелопер быть если что iphone 16 уже вышел в нем нет ни одной и фичи вообще ни одной вот это какой-то парадокс как последнее время есть тренд у компании хардверных выпускать делать большой хайп шум вокруг софта потом выпускать под этот софт типа железку но софт еще не вышел также например с ps5 было там вы не помню какую игру какую-то игрушку они рекламировали то ли crisis или шток ps5 в итоге выпустили ps5 с логотист этой игрушкой на нарисованной там брендированной игрушки нет то же самое и тут как бы вы выпускаете телефон который там куча я и фич про который вы уже полгода рассказывать понимаешь лёша что это основная продающая фича нету я и фич в старых айфонах их нету они есть только вот в про моделях прошлого поколения то есть подожди вы покупаете новые айфоны потому что за и я и я и фич они вот а мне да да все правильно чем нет ни одной да ну ладно ну это не знаю не должны что это завести правильно мы уже обещали первая партия в октябре потому что части и фичей есть в бете на которой я и на и рассказать на европу на европу их раскатят на европу в следующем году только еще надо аккаунт менять смысле менять локацию на сша язык надо язык на английский локацию на сша поменять да тогда заработает вот это так на самом деле тоже так паскудника и меркантильника то есть если бы хотели реально сделать блок на его локацию определяем ее локацию там по вышкам по сети по всему остальному или одного в первой бете так и было в первой бете так выпилили потом они упростили правила да ну понятно а просто убрать нельзя потому что регуляторы понятно да ну я кстати посмотрел конференцию я люблю следить за apple в смысле за конференциями они у них всегда красивые я для себя сделал одно открытие но оно не касается вообще я я очень долго понашал всех кто пользуется часами от apple за исключить за одну за одну единственную вещь всем эти часы хороши кроме того что они живут меньше суток на заряде я какие заядлые пользователи сяоми многолетние все что меньше недели держит вообще не признаю за что это полезно и тут я удивился потому что это стены мне кажется уже держит меньше недели ну да 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 45 дней так вот часы ультра и плоские новые они держат два с половиной дня я беру ел потому что эти часы они у них экранчик здоровенная не числе не стендалон телефоны со своим джесса модулем и при средней загрузке два с половиной дня не нравятся шеи часы я слышал еще от людей что там есть какие-то режимы энергосбережения так такие что они чуть ли не до недели могут держать просто отключаются чуть ли не все функции вместе с экраном нет если ты хочешь ты когда это ты говоришь я говорил ты когда их выключаешь они начинают показывать просто время вот показ просто время они могут очень долго но зачем хотя логично да что вот это меня удивило я прям ну я не следил за прогрессом я прям понравилось что батарейки жизнь батарея крестит не знаю мне не нравится как они выглядят я не люблю большие котлы ну а я большой человек я люблю большие котлы но я не люблю apple поэтому этих часов мне еще не будет долго понял подарю тебе как-нибудь спасибо антропик антропик в отличие от apple нормально подвез нам новостей хороших ну рассказывай во первых они сделали очень приятную штуку они сделали поиск яйных по своей документации натриевали короче а я не помню в прошлом выпуске помощь не говорили про это сейчас я перепроверю по-моему не говорили мне немножко новости надо да не говорили тогда стоит рассказать в общем то очень полезная штука просто приходишь к ним на сайт документации вводишь чё тебе надо и тебе либо выдается ссылка на конкретную статью документации либо выдается ответ ответ клода если с такой ссылки статьи такой не найдено то клод тебе рассказывает базируясь на данных других статей на своих знаниях как что сделать и я удивлен что такую штуку до сих пор не внедрили вообще все потому что это мега удобно и да это очень странно что компании которые производят и я и ботов позволяют там их и по интюне тирак настраивает что у них у самих нету и поиска по их документации это странно но это не главная новость которая была бэнгером от антропика самая главная новость это то что они завезли воркспейсы что такое те кто работали с опытным знают это удобный менеджмент ключиков для пишки можно для разных групп ключиков для разных ключиков настраивать отдельно рейд лимиты настраивать лимит по денежкам настраивать там кучу всяких штук очень этой штуки не хватало в антропике вот наконец-то они завезли и теперь вообще удобно стало пользоваться опишкой у них надо сказать для workspace уже давно было все подготовлено там даже в ключиках они писали дефолтовый workspace но нельзя было это ручками настроить теперь можно так что если вы ждали workspace и ждали удобный менеджмент ключами доступом к этим ключам то приходите в консоль точка антропик . что-то там теперь ваши ключи ключики под надежной защиточкой вот кто у нас еще больших рыбах на этой неделе был еще google google внезапно завезли целый сервис по созданию подкастов это как бы так сказать тексту подкаст даже не тексту аудио тексту подкаст то есть ты скармливаешь ему как некий текст неважно что это там статья документация и же с ними кусочек книги и она создает тебе подкаст на двух ведущих чем генерируются голоса качественно я послушал примеры там лучших традициях презентации gpt4o все вот эти вот придыхание запинание и прочее все это есть но я вообще офигел им скармливал кусочки книжек на русском кстати не пробовал на русском на английском я не знаю как они добились такого качества я сначала когда услышал примеры я подумал да не ну вы прикалываетесь наверняка вы записали типа с профессиональными ведущими потому что ну там голоса идеальные расстояние между словами разные то есть асинхронно это звучит придыхание все вот это вот она даже лучше чем то что 4 показывает она лучше звучит звучит прям классно да я офигел я прям так кайфую от этого сервиса не знаю долго ли они позволят еще до загружать не лицензионный контент типа книжек и не хватает режима просто пожалуйста озвучьте мне книжку без двух ведущих вот хочу просто осуществить все но в целом если они отголосовой движок open source выкатят потому что пока что это экспериментальный сервис то это будет только продуктов вот нишевых начал делать я иных такое ощущение что они просто сказали сотрудникам теперь ребята пускай там растут все цветы да цветут все цветы давайте каждый был интервью недавно сергеем брином которым он прям признал прям у него спросили чё так звуком то все плохо чем он никак не может и я догнать он там не признал что типа да они пытаются у них все очень плохо появляется и что вот он выходит на работу снова числе на фултайм ну он и так работал стоянку сейчас он все свои силы будет кидать на я и для того чтобы компания основа смыла конкурировать то есть они понимают и надо сказать что потихонечку они выгребают заметь мы уже давно над гуглом не угорали ну да 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 сервис и и по поводу созвучный с ноутбук л.м. они до презентации ноутбука л.м. они его презентовали неделю назад а две недели назад они выкатили очень похожий сервис идентичный на самом деле называется он illuminate я вот уже сценарий сначала в сервисы закинула потом когда появилась новость про ноутбука л.м. оно все смержилось в одно абсолютно идентичный этому сервис но для статей ты туда закидываешь научную статью он делает из него подкаст на двух человек тоже бета там единственное что там есть несколько статей штук 20 которые уже можно послушать а чтобы свою статью внести надо стать в вейт-лист чтобы это тестирование идет я вот две недели назад встал пока что не дали но как бы может быть и уже не дадут потому что но зачем если есть ноутбук л.м. потому что ноутбук л.м. он принимает на вход и слайды и презентации все что угодно по дороге как будто бы то же самое да так что google прям молодцы удивили не удивлюсь если эти сервисы сделали какие-то разные департаменты знаешь каждый зарелизил в одно и то же время было бы классно если бы они вот эти все монополисты просто начали делиться на сферу то угла хорошо получается озвучку делать голоса вот пусть они этим занимаются и делают лучше всех у этого он тропика л.м.к. вот делайте л.м.к. опена я ничего не шучу ну как бы конкуренция тогда кажется было бы она все равно была но она была бы чуть проразная и больше было бы ниже для взаимодействия и больше бы блин мощностей бета-центров тратилась на нормальная конкретная вещь а не натренировать очередного игрока 2 тысяча так до формирования советского строя ты идешь в таких рассуждениях будь аккуратен если вдруг зайду ты мне напомни договорились ну вот оракова кстати тоже удивил тоже гигант давненько не было про них новостей кстати вот метода привода этот игрок построил свой дата-центр насколько на 100 тысяч карточек до 50 новых мета тоже недели две назад там начала всем хвастаться что они там здоровенный дата-центр строят на котором уже запускают на котором лама 4 будет учиться он там тоже типа 100 тысяч карточек что-то такое а оракал такой типа а мы уже построили вышел оракал и горит мы для своих клиентов запустили дата-центр на ты нас на на 131 тысячу видеокарт nvidia black will которые последнего поколения которых у маска 50 тысяч для клиентов оракал то есть оракал не конкурирует написание ламок он предоставляет сервисы для клиентов блин кто уникли они просто взяли и построили самый здоровенный вычислительность дата-центр который сейчас существует за ними особо никто не следил поэтому возможно мы не слышали про их строительство но тут они взяли и запустили вот новость так новость знаешь что на кой мысли это все навевает а где брать электроэнергию для всего этого в душе не знаю в душе не знаю и есть еще одна новость еще не вносил но всплыла в голове оракал запартнеры же с метой точнее договариваются с метой на том чтобы в будущем обеспечивать мету энергией то есть я так понимаю что оракал будет делать что рот его будет мету обеспечивать энергии блин я сейчас даже эту новость найду у себя в сохраненках просто чтобы не были за слой типа energy as a service ты подписываешься короче на да кажется будто бы оракал превращается в епам только для я и стартап вот епам делает типа софт для крупных к бизнесов и соединяет крупные бизнесы и мелкие вот эта политика и по мы такая быть посредником кажется будто бы оракал выбирает такую же сейчас позиционировали только для крупника я иного интересная идея блин 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 где же она была мета в телеграме что нельзя просто по заметкам поискать каким заметкам по сохраненным сообщениям ты имеешь по сохраненкам да вроде можно мета 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 как-то очень странно но ищет ну ладно я сейчас поищу буквально раз уже сказал потом подрывай а вот 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 отбой примету нашел эту новость значит было там интервьюшка с таким дядькой которого зовут знаешь не знаешь я вот не знал лари эллисон мне не знаю такого это предприниматель и сетевого оркла да такой импозатный дядька на самом деле ну выглядит интересно и на одной из конференций он заявил что оракал строит ядерные реакторы для питания акра в году что-то я сметой попутал да там про мета ничего не оракал строит ядерные реакторы а можно можно я не слушал контекст я контекст не слушал смысле я не слушал саму презентацию и мы оставим ссылочку вы можете послушать и написать нам в комментариях что я опять где-то услышал в одно ухо залетела другое вылетела в целом интересно то есть оракал делай здоровенный дата-центр они явно сталкиваются с вопросами питания и тут же их сетевого говорит что они будут строить но видимо какие-то станции для того чтобы питать здоровенные здоровенные дата-центры что в принципе ложится современные тенденции и тренды поскольку следующая новость прям в открытую говорит на буквально недавно вышла про использование ядерной энергетики для дата-центра ты про то что собираются 3 mile island перезапустить да 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 microsoft ну смысле да для обеспечения дата-центров микрософта которые тоже мы помним они упали поддерживает свою инфраструктуру копал здоровенная им нужна энергия они планируют перезапустить атомную станцию которая на минуточку очень старая и на минуточку на это какая старая дело не в том что она старая дело в том что это американский чернобыль ну да 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 самая большая из авария произошла именно на этой станции в 79 году с выбросом радиации пишу что люди да не пострадали но в целом станция которая условно законсервирована будет запускаться и это что на что показывает так то станции ядерные атомные можно строить за 4-5 лет ну вот кашенбреннер если кто читал кто слушал там разборы наши три года минимум атомку построить а это значит что если они запускают старые в строй то денег-то хватает строить дата-центры по миллиардам можно и атомку построить времени нету а энергия уже нужно ну то есть настолько все плохо сейчас энергии что приходится вот таким образом ее добывать да да смотри не я хочу я сейчас конечно тьфу 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 ну глядишь и чернобыль перезапустит по полной там же сколько там реакторов осталось там то не по моему несколько реакторов рабочих осталось было четыре осталось два по моему я не помню точно ну они ж про они шнутипа не рабочие где там были планы их выключать затушить реактор это очень сложная задача короче я к чему я к тому что глядишь скоро и чернобыль перезапустят в общем но это будет еще хуже стремлен я из стартапов во франции во франции очень много аэс возможно как раз франция станет тем местом где расцветут и я и поле даешь холодный синтез в чате пишут ну кстати сейчас я и ресерчеров натренируем они нам придумают как делать холодный синтез в домашних условиях и все остальное на долгая тебе письмо пришло что-то нарушаешь политику сервиса и вопросы ой ладно от энергии электрической к энергии креативной перейдем компания adobe анонсировала firefly я и видео если кто помнит у adobe есть собственная моделька firefly который используется во всех фотошопах для генерации картинок изменения их и вот они говорят что работают над firefly видео которое собственно говоря будет генерировать и изменять видео пока что еще ничего не релизнуто можно выйти из встать но вот и доб тоже в эту гонку генерации полез да в смысле полез они там уже по самые уши почему там в этом фотошопе сейчас без их джинни рейс джинни рейти фил вообще жизнь жизни жизни да я видел чем сейчас это дженерейшн фил используешь даже там где раньше бы его не использовал потому что ну просто влом что-то открываясь там вспоминать вел промты и все подождал 5 секунд все готово мы ждали честно говоря киноделы киноделы ждали когда же одни с видео это все начнет делать и тут самое главное что они объявили дату концу года концу года ты узнал завезут потому что для тех кто не знает в видео на самом деле есть рутина которую которая несложная но которую очень долго делать например это трекинг объектов для того чтобы если ты ходишь что-то вырезать либо наложить какую-то маску еще что-то тебе по факту нужно каждый кадр своего видео тот объект который ты хочешь удалить обвести вручную практически там можно немножко экстраполяцию запустить то есть и ввести в начальной конечной точки но в целом ты все на каждый кадр руками правишь и это занимает кучу времени просто кучу времени и сейчас здесь бы я и пригодился как раз да да так что ждем тексту видео и мы что видео но еще и тесно посмотреть на их тексту видео и больше всего не интересует будет ли это все доступно по их внутренней подписки adobe стоит дорого пакет у них стоит там в месяц 60 70 долларов но firefly же есть но firefly он как часть проект продукта то есть в фотошопе он как часть продукта да и она повышает стоимость подписки но тут сильно больше мощностей нужно будет тратить и я боюсь что все-таки либо подписку повысят либо отдельной подпиской сделают эти инструменты посмотрим посмотрим что у нас еще что у нас еще у нас рубрика что еще но это хорошо это мы любим рубрика что еще с программирование сразу свои начинает я эти новости когда программирование читаю мне знаешь у меня каждая новость такая типа да это вот недавно было просто подкаст записан раз в две недели а я эти инструменты тыщу числе не каждый день и тут вот одна из новостей то что реплет запустили свой аналог 2 агентов по образу и подобию в кур как в курсоре и реплет это вообще такой сайт который позволяет тебе как раньше позволял вебе запускай скрипты на их веб-бэйста и дешки ну и делать кучу автоматизации сейчас они запустили реплет и джент и эта штука пишет код под ключ на реплите ты можешь создавать проекты базируясь на тех фрейморках которые они дают тебя то есть не любой код ты можешь на реплите писать там например есть да там в основном все для веба есть для мобилок вот ты выбираешь например себе какой-нибудь но джесс игровую технологию и пишешь в этом агенте сделай мне пожалуйста на на джессе там сервер для не знаю помочь бота для telegram всего круг ботов или для какой-нибудь сайта backend напиши описываешь и репл и делает тебе это все с нуля пишет пишет код дает готовый проект ты дальше этот код запускаешь из интерес и очень сильно разлетелся прям люди очень писаются кипятком от него чуть ли не на уровне курсора хотя как помню курсора больше функционала из наблюдений он отлично работает с веб-проектами он классно генерит код для веб-проектов он хуже это все делает для мобилок для десктопа для десктопа там принципе наверно нет никаких прейморков у них есть появилось приложение для десктопная я может она и раньше было но я не знал что у них есть десктопное приложение то есть ты можешь скачать себе их и дрешку и прямо там это все делать из неприятного то что у них подписка стоит 25 баксов в месяц это больше чем все что есть на 5 долларов и они пушат тебя покупать годовую подписку очень странным образом они ну тебя на сайтах обычно переключатель типа у тебя по умолчанию включена годовая подпись ну да как у меня с хайеном было но обычно подписка на месяц годовая подписка на месяц если каждый месяц платишь они отличаются там ценой процентов 5-10 так ты платишь 30 долларов а так 25 тут же реплет пошли ва-банк они говорят подписывайся на это подписка будет в два раза дешевле уже 10 долларов за месяц платить даже не в два получается на две трети то есть так 25 а так 10 более ну классно же кажется классно а с другой стороны ты сидишь и думаешь блин вот я за год отдам на подписку а через год инструментов появится вот столько и вообще то есть такое ощущение что они не уверены в своем продукте поэтому они пытаются продать так дешево да может как раз именно потому что они хорошо знают свой продукт и хорошо знают текущий рынок насколько какой сейчас динамичный кстати хорошая идея на самом деле с точки зрения заработка денег вполне вполне ну я хочу попробовать реплет хоть я для веба немного на джава скрипте пишем для джава скриптеров он подойдет хорошо выгодное отличие от курсора у них классно есть они сделали интеграции с полным циклом разработки то есть они не только приложение пишут они тебе еще напишут как его задеплоить куда его задеплоить напишет танки быть докер скрипты и все остальное и куда тебе потом идти да да так что ну пробуйте если у кого-то будет опыт положительный напишите отзывы да пишите а лёша сделать вам обзор возможно лёша сделать вам обзор используя сервис по генерации видео клинка яй который обновился до версии 1.5 из новиночек но этот сам собственно говоря клинк про который мы уже говорили из новинок full hd контент теперь доступен видосы теперь до 10 секунд появилась фича motion brush но не совсем в 1.5 появилась но она параллельно с 1.5 появилась motion brush короче вы берете объект например на фотке которую вы загрузили туда и можно стрелочкой указать траекторию движения этого объекта и он собственно говоря там если например человек стоит вы можете стрелочки влево и он пойдет влево на сгенерированном ролике что прикольно это очень классно это прям это вот то как должны были работать приложения может помнишь года два назад были популярны приложения для фоточек это берешь фотку там не знаю по воде проводишь в одну сторону по небу в другую тебе там да и в одну сторону летят не небо в другую но все дико криво калично да а тут ты берешь фотку с человеком проводишь по человеку в сторону и человек реально идет и реверс видос где он реально идет в сторону прям вот я успел посмотреть несколько маленьких трейлеров того как люди с клиентом генерит там же 10 секунд на эти ролики теперь и ну и платная подписка и есть видосы людей которые просто платная подписка это все генерит там настолько достойные есть видосы я удивился прям то есть я удивился тому что на платные подписки за какую-то лимитированное количество генерации у людей получалось делать видосы там ну например там был видео про то как блогеры какие-то распаковки делают разные блогеры компиляция 10 секундных роликов и я только на секунде сороковой в принципе нашел какие-то косяки они это естественно озвучивали еще я им там больше косяков было в озвучке потому что ты смотришь видос и у меня было ощущение что типа а нафига с видоса убрали нормальное аудио и заменили ее какой-то робофигней то есть ну прям клиент показывает уровень понятно что хорошо да 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 и следование персонажем прикольно то есть он типа разная компиляция одни при должном промпти могут достаточно неплохо держать например человеческий образ в общем очень классно очень классно особенно если это еще в какой-нибудь тематике такой знаешь типа сделать видос про то что тебе снится где вот эти вот все переходы дичайшие которые нейросетки генерит они будут типа натуральными это выглядит вполне себе я уже в шаге от того чтобы на клинку купить подписку еще одну подписку непонятно зачем висит только хотя по не почему понятно для документалки он делать да пожалуйста документалку на клинке сделаем следующий раз целиком кстати кстати это хорошая тема сделать документалку про то как развивали все эти нейросети смотри мы же делаем документалку 11 месяцев до за 11 месяцев появляется кучу новых сервисов новых продвижений вот мы можем уже начать делать используя ким из первой версии раны вэ и просто выпустить через год документалку которая будет показывать там какая-то общая канва но первые кадры мы делаем самыми первыми сетями а последующие мы делаем типа все лучшими и лучшими сетями в итоге в конце у нас нормальная документалка вырисовывается конва повествовать я понял визуал рисуется тем что имеется на данный момент тоже забавная идея как раз через одиннадцать месяцев до сайджай появится еще будет можно попробовать есть такая книжка цветы для алджерона может знаешь очень весна от жирно до алджерона вот там похожая была идея с тем как книжка пишется если кто читал то поймете отсылку ладно что там у нас еще было кроме клинга техника вода новость новость которые добавляли сразу видно неделю назад типа в сети набирает популярность новая техника пром то да и по кому же интересно это да 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 я вообще удивился когда увидел ее в наших новостях но не ну вот как раз аккуратно выхода о 1 этом работа вышла про новый способ пром то инжиниринга реридинг когда ты не просто просишь повторить нейронку вопрос мы-то уже знаем прям давно использовали типа пожалуйста повтори вопрос перед тем как отвечать те нейронка сначала вводит твой вопрос потом отвечает ответ лучше а тут ребята начали подавать на вход вопрос бы здоров несколько раз типа один раз написали вопрос дали водных и в конце таки вот чтоб ты точно поняла что я хочу вот тебе еще раз этот вопрос они целую работу этому посвятили назвали способ реридинг вот действительно сильно улучшает ответ нейронок так что можете посчитать попробовать просто пишите по два раза тут у нас замечательная следующая новость короче paper pdf очка мы оставим ссылку это короче это не не в обиду людям которые это делали это наверное как показатель эпохи текущие того какая вообще скорость появления я и сервисов и жизненный цикл некоторых проектов в наше время 90 процентов судя по этой работе да короче чуваки написали исследование оно опубликовано в сентябре двадцать четвертого года то есть ну вот сейчас исследование я инструментов для разработчиков и там и для написания кода и тестирование и вообще все что хотите я и тулы вот лёша подсчитал что из ста инструментов которые там исследовали это же моя профессиональная область интерес ну типа работа по инструментам и я и на моих каждый день тестирую я прям пошел руками я прям почитал работу там действительно ребята кладу все хорошо систематизировали структурировали для программирования для не тестировать для девопса разное сравнение там куча графики ну то серьезная работа пошел к ним на гитхаб на гитхабе они выложили список из всех этих ста инструментов за ссылками на и сами инструменты если они есть либо на работа на базе которых эти инструменты производились в общем из сколько там всего там 110 по моему инструментов было из них больше чем точно больше чем у половины были гитхаб репозитории то есть там штук 60 наверное 70 в этой работе сразу было видно что ее делали давно потому что там нету инструментов таких как пример айдер курсор их там нету видимо ну не успели тогда они еще не успели выйти и тут был первый звоночек думаю ну ладно ну ладно пойдем дальше посмотрим я прошел по всем репозиториям из всех репозитория в живых проектов только 7 то есть которые живые проекты то те в которые комиты вносились до 8 сентября 8 сентября публикация была до 8 сентября вносились хотя бы там в последний месяц потому что все остальные репозитории было так типа чё-то комитили комитили полгода назад год назад закончили комитете потом 8 сентября и сразу там пять комитов с исправлением ридми с какими-то там фиксами и шьев то есть работа вышла интрибьюторы такие ой блин надо что-то подправить давно ничего не писали 7 проектов были реально живыми из этих семи проектов буквально два или три у точно не вспомню имеют нормальное количество звезд на гитхабе то есть которые пользуются популярностью и ну это да это показатель эпохи люди сделали серьезную работу спасибо им работа интересная почитайте для системы систематизации просто понимание где можно использовать инструменты но вот они работали работали а по факту буквально там три-четыре процента работы можно в жизни использовать такая вот история да ну и последнее что еще значит тоже вам на почитать скорее много обсуждать нет смысла что то есть такая компания artificial analysis они делают кучу разных отчетов потому как работают нейронки по состоянию я и в целом индустрии у них вышел несколько недель назад не рассказывали большой отчет с сравнительными параментами параметрами со сравнениями всех существующих популярных лм провайдеров gpt в смысле open и я антропик мистраль они прям это все делают в виде графики то есть открываете там прям таблица со всеми этими а пишками со всеми сервисами с кучей параметров по сравнению кто по цене самый лучший кто там по рейт лимитом самый лучший по больше запросов дает кто более стабильный так что если вы выбираете что-то для себя либо для своих компаний своих подпроектов будет вам полезно почитать ссылка будет в описании так бегло посмотрев кажется будто бы ничего нового статистика это делалось до выхода 1 и на плюс-минус везде где мне было интересно это программирование санет занимал первое место 35 ну вообще сравнить интересно короче ребята прямо заморочились заморочились до сделали полезную работу за что им спасибо а нам спасибо лёша за то что мы закончили с рубрикой что еще и переходим к рубрике закон и порядок закон и порядок порядок и закон и начнем мы и и закончим соответственно тоже у нас всего одна новость в этой рубрике с новости про то что белый дом создает целевую группу по контролю строительства центров обработки данных то есть дата центров точнее и конкретно дата центров связанных с и и и теперь строительство центров надо будет согласовывать с этой комиссии к как тебе такое ну как тебе сказать для людей которые знакомы с нарратив чеками американским это не сильно большая новость то есть опять таки ашнбреннер читайте его вот блин сколько бы не гнали нашим брендера с тем что он там за хайпил своей работой помощи называли самая пророческая но сука она все по не подка по методичке идет вот он говорил что будут дата центры контролировать государству ходу начинается ну что государство хочет контролировать с другой стороны если посмотреть на это более-менее трезвую государству хочет точнее если отбросить военные интересы то можно подумать что государство хочет избежать проблем например с энергетикой да я вот кстати тоже об этом подумал потому что это центры жрут как не в себя да и если похожая ситуация была с электрокарами там тоже были очень большие споры типа как энергосети выдержат электрокары и там все это не дошло до каких-то регулирующих органов только потому что электрокары все еще дорогие нет предпосылок волноваться что электросеть их не выдержит потому что не можете короче электрокарпа позволить а вот это центры они конкретно могут выключить там вырубить просто нафиг энергосети если будет много энергии распределяться на дата центра соответственно стране надо понимать как распределяется энергия стране надо понимать каких штатов каких юрисдикциях каких местах строятся новые очень потребительные потребители типа дата центров наверное они исходя из этого будут планировать но либо выдавать разрешение какие-то либо планировать там строить какие-нибудь новые гряды ветряков атомных станций вот его поскольку ну блин энергия это новый ресурс новая новое золото 21 века неудивительно до энергии данные не стоит забывать ну следующая новость которой все будут удивляться и мы в том числе которая будет полностью ожидаемо это то что кому-нибудь антропику и open я просто в открытую запретят например open source делать или в открытую запретят использовать charge 5 везде кроме сша я думаю до этого мы еще доживем посмотрим я пока что хочу пожить в реальности где какой-нибудь условный и apple скажет типа ребята мы завтра открываем новую атомную станцию и ты такой вот чё да ай-стейшн да 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 ай атом а я не знаю кстати на примере платы вот вспомнил на примере плана уже видно apple сейчас своими я им доступен только в сша думаешь это просто так я думаю что это не просто так я думаю что это регуляторы которые говорят типа давайте-ка в сша а потом решим плюс европейские регуляторы конечно тоже наверно вносит в это какой-то мне кажется там дело только в европейских регуляторах я думаю не знаю мне кажется что нет мне кажется что начинает американское правительство одуплять что технология которую не стоит разбазаривающим миру но apple показа замечательные пути выхода вот мы вам ограничились по доступ но как бы аккаунты менять никто не запрещал странно в аккаунтах ну да спасибо за это кстати ладно закон и порядок на этом закончен нет подожди 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 сейчас я еще эти кившину актуалочки ты прикинь что будет вот в каком мы можем ситуации оказаться сша будет перенимать опыт россии опыт россии по уже блокировки vpn они будут хотеть чтобы их технологиями могли воспользоваться в китае а китайцы могут быть по всему миру и только единственная страна в которой они могут регулировать это сша и поэтому нам надо всему миру не давать доступ нашей суперкрустной технологии поэтому надо запретить vpn чтобы через vpn и опыт какой-нибудь использовали а поэтому ну что делать бизнес есть бизнес пойдем россии опыт перемимать вот это будет сюр полный который мы вполне можем оказаться но не знаю мне кажется такое-то слишком далекое апокалиптичное будущее ну можно поразмышлять в эту сторону тут вон в наше время оказывается еще люди с пейджерами ходят это какая-то ладно ну ты уже начал надо сказать но это не про ей новость ну все знают все знают что пейджеры взрываться могут я хотел просто оставить легкую отсылку на самом деле не обязательно понимаешь видеть ты говоришь что тот перенятие опыта это какая-то постапокалиптическая вселенная где сша перенимают опыт россии по блокировке в пенов и в тоже блин время у нас пейджеры взрываются у террористов пейджеры блин взрываются пейджер обычные там непонятно было там запчатка не было бейджер взрывите такое было только в кино блин да 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 блин в кино было пейджер я боюсь телефон в карман ложись велись недавно сказала ты что кармане телефон носишь я с нее посмеялся влюда конечно она просто привыкла телефон всегда там в руках носить я теперь думаю что может я дурак может я ну вот я не подумал про второе дно мы живем уже в этой блин постапокалиптической вселенной из каких-то комиксов которые написал человек который я вот не то чтобы я жду этого но я опасаюсь что возможно у нас на этике скоро появится новость о том что вот этот взрыв пейджер был организован с помощью какой-нибудь тела лэбки которая это придумала и тела лэбка на службе массада конечно тоже такое апокалиптическое будущее постапокалиптическое немножко но я думаю что это тоже вполне вероятно я недавно смотрел кино в прошлом выпуске вспоминал нам даже в комментариях писали как он называется по моему там про этот джон сена знают джон сена такой бывший конечно как его рестлер до бывший рестлер сейчас очень классный актер мне очень нравится у него недавно фильм вышел с китаянкой где он играет ее телохранителя там типа девушка выигрывает супер джекпот в мире будущего недалеком а в мире будущего разыгрывается джекпот среди людей и у людей есть у всех кто не выиграл джекпот есть священное право в течение 24 часов убить победителя но не используя огнестрельное оружие если использовал огнестрел то тебя сажают если убил то тебя не сажают 1000 джекпот себе забираешь и таким образом типа правительство регулирует уровень насилия раз в год она примерно случается не суть прикольно фильм прикольная комедия вообще так то но там просто какой-то из моментов это будет не спойлером там какой-то из моментов используется трюк что типа блин нам надо как-то дофига людей разогнать от вот от этой вот девочки там куча людей прибежало и убивать и телохранитель звонит нам по каким-то контактам и говорит ребят нам нужна ваша помощь и они такие да без проблем и они что делают они повышают по интернету напряжение на телефонах и телефоны бьют всех владельцев и телефон подожди то ли взрывается то ли бьют током я не помню суть одна и та же и этот фильм вышел два месяца назад один в один сценарий два месяца видите мы уже живем в этой комедии который еще два месяца назад комедии выложить ну-ка в комедии мы тут скорее все ближе к черному зеркалу на самом деле ладно все еще ты блин конечно умеешь меня вывести тему да я даже не рассчитывал честно говоря ну ладно перейдем тогда давай лучше к науке и технике поговорим про науки как раз очень милые ручки ой расскажи нам что там deep mind нового изобрел опять ой там короче биология прям рвет и мечет две новости связанных deep mind представили систему называется альфа протео которая собственно белки разрабатывает это лм которая генерит белки идея на поверхности но они нагенерили кучу разных белков и конкретно они экспериментировали там с к видом и у них в принципе получилось генерить белки которые практически уничтожают останавливают заражение клетка клеток к видом то есть уже практическое применение лэмок биологии прям рвет вот в этом конкретное исследование не с к видом разобрались хотя они в принципе это делали для исследования рака они хотят сделать белки которые помогут там раковые клетки как-то что-то с ними делать в то же время тоже американская компания с честным названием чай discovery которые опытная инвестировала они тоже выпустили свою модельку но их моделька она делает в целом молекулы не только белки и она там может и рынка и днк генерить и короче чем эта новость интересна тем что модель во-первых генерит разные варианты тоже под разные болезни в общем у биологов для меня эти две новости четко ли у биологов абсолютно свой параллельный офигенно развивающиеся мир лэмок и моделей настолько развивающиеся что вот в новости про чай discovery прямо написано во первых что эта модель доступна open-source на ее можно там по запросу потыкать а во вторых она в бенчмарках уделывает гугловскую альфа фолд и еще там какую-то модель и я сижу так думаю нифига себе у вас параллельный мир у вас них и бенчмарки свои есть да прикольно короче да это показа показывает что там тоже все двигается и так как это мир медицины то там еще это все ограничивается клиническими испытаниями но кажется будто бы в какой-то момент вот это вот прям должен начать выстреливать на прикинь биологический подкаст про искусственный интеллект где твой чувак сидят и у них большие рыбы это наоборот вот эти вот чай discovery и того прочее вот он еще не появился потому что сотри оно разработки сейчас появляются их куча но это как шарик презерватив с водой туда типа технологии все больше и больше и больше накачивают но есть вот это вот резиновое ограничение в виде клинических испытаний куча разрешений там это в идее всех остальных какой-то же момент лопнет он точно ловится потому что эти клинические испытания длятся там несколько лет до пяти дальше либо отказ либо до разрешаем и вот через года три я думаю он так лопнет там не то что подкасты появятся там будут новые аптеки новые фармакомпании новая не знаю целая индустрия биотеха фармацевтики связаны с и я им просто надо просто дожить этих три года какое же веселое будущее нас ждет и забавно что благодаря ней ролинку это будущее многие смогут увидеть а конкретно те люди которые больны псевдо слепотой всегда слепота хотел сказать что прикольная штука но это прикольная короче в голову вообще пришло не вне прикольная эта штука но она интересно очень работает это когда повреждается часть мозга которая ответственна за зрение человек как бы ничего не видит то есть он видит темноту но когда ему показывают руку и спрашивают сколько пальцев он точно говорит сколько пальцев и он вот если пойдет не смотря по коридору да и смотрел то что ничего не видит он никуда не врежется потому что он как бы чувствует это вот реально люди которые испытывают псевдо слепоту которые вот больны псевдо слепотой они описывают так что как будто бы я просто вот чувствую что в комнате подожди то есть у них зрительный нерв работает глаз работает но они как бы не видят но образы там на самом деле зрительный сигнал он обрабатывается мозгом на разных этапах по разным и первое это вот определение образ а потом уже картинка собирается именно кстати это одна из теории что такое дежавю да это то что у тебя просто есть небольшой гэп между вот этими вот небольшими участками мозга которые видят картинку что у тебя сначала один участок мозга увидел потом он сигнал задержался на чуть-чуть миллисекунд и увидел второй участок мозга у тебя из-за этого ощущения что ты это уже видел ему прикольно потому что ты это уже видел там миллисекунд на самом деле назад вот я не знаю я читал эту теорию давно но я не знаю насколько она достоверная ну вполне возможно учитывая что мозг сохранит информацию в одних и тех же объектах разных абсолютно местах на кортексе то вполне ну прикольно ну да вот такая вот теория ну ладно мы отвлеклись от псевдослепоты в общем нейролинк попросил у фда фуд сандракс ассоциейшн который разрешение фуд ассоциейшн дает разрешение ну да так называется стрелковым оружием занимается бюро алкоголя табака и стрелкового оружия если выдачи лицензии на вот на пистолет как это связано напишите в комментариях пожалуйста ну так исторически сложилось короче нейролинк разработал девайс будет сейчас вот тестировать на людях которые помогают в этом справиться с этой самой псевдослепотой там еще но но и все на этом я как раз в этот день релиза зашел в твиттер и увидел пост маска может теперь он уже всем их рассылает у него был реплай на новость блайн сайт как они называют нейролинка он там рассказал про планы что они хотят сделать и типа это прям вау то есть до этого он про нейролинк рассказывал как про какой-то манипулятор хайф mind общий разум и штука который там в сто раз будет ускорять наше общение а вот блайн сайт он вот что говорит он говорит он при он сразу спишет с ноги прям дверь открывает позволит видеть эта штука даже тем кто потерял оба глаза либо полностью зрительный нерв потерял более того при условии что зрительная кора мозга не повреждена сможет дать возможность видеть тем кто родился слепым то есть если даже кора не развивалась это в принципе в современная современная теория устройства мозга отложиться то есть там словно неокортекс которому много чего происходит он плюс-минус одинаково во всех направлениях он может переучиваться если но когда в жизни не видел давай так то что ты говоришь это просто пока что планы но ну как если прикинь офигеть но планы охренительные да он дальше еще больше он такой типа алексей вам недостаточно да пожалуйста к со временем он может стать имплант даже лучше и позволит видеть в инфракрасном ультрафиолетовом и даже радарных диапазонах радарный блин то есть и там фоткающий чувака короче из какого-то сериала приводит я и я такой это что про что мы говорили в этике это вот это тот имплант который ты за которым ты захочешь заменить свой нормально работающий орган потому что он даст тебе конкретные бенефиты новый способ восприятия мира ты будешь видеть как твоя кошка тебя будут импланты тебя будет раза лодишкой кошка сегодня я хочу быть ближе со своим домашним питомцем питомцем вставляю себе глаз чтобы видеть так же как видит мой пес и мы идем с ним гулять завтра я хожу может зуму хочу не ну зум это не про эту технологию эта технология все таки проведите хотя какая разница какая разница типа пожалуйста зум вставил себе объектив пожалуйста ну офигенно то есть понятно что только первые шаги что они только-только научились передавать хоть какие-то импульсы на ту часть мозга которая за давайте так вот то что рассказал лёша это далекое будущее как как полет маска на марс и это планы вот да этот девайс рецензию на тестирование на этих им дали только на псевдослепоту сейчас ты смотри там можно будет видеть как сосед качает что-то по вай-фай вот это ж я почему так восторгаюсь но по факту ты можешь в принципе сейчас взять там не знаю какой-нибудь сделать датчик присобавить его к камере и смотреть на радио радио эфир можешь ну да другое дело что интерпретация этой информации у нас зависит от того как написан софт который эта информация применяется то есть непонятно как эффективно для человека отобразить загруженность например вай-фай-частот вот будет у тебя фотоаппарат ты можешь вводить им вокруг себя и видеть загруженность вай-фай-частот как-то отобразить дофиг его знает непонятно а тут те напрямую мозг электрод фигачивают и просто подают голую информацию а мозг уже пусть сам разберется как ему это использовать как ему это интерпретировать самым удобным способом то есть могут появиться юз кейсы не не поехал кукушкой ну да тоже верно ай ладно нейролинк ну маск умеет конечно так завернушим денег накидали но это понимаешь вот ладно если уж я тут выступал таким в роли рационалиста да ты скорее в роли футуриста но если уж опираться в футуристику то вот это вот уже начинается как будто бы эпоха тех девайсов тех имплантов которые реально уже хочется себе добавить потому что реальная польза не ну так ты можешь себе этот рфс метку в подкожу вшить почему-то мало кто их вшивает в этом смысла мало ну вот да если те скажут что ты сможешь видеть темноте ты еще военный какой-нибудь военная модификация община изи так ты понимаешь что это громадный еще шажище в сторону дополненной реальности которая будет проецироваться вот прям тебе в голову ну ты когда говоришь про дополненную реальность я думаю про маркетинг типа что вот чтобы разрабатывать дополненную реальность не должна быть какая-то ценность если ты имеешь ввиду дополненную реальность типа как в этот фильм был с райаном рейнлисом комедия к ты очки одеваешь у тебя там везде реклама кучу всяких виртуальных объектов то это про интертеймент а такие импланты кажется они во первых будут дорогие во вторых ну ставить себе имплант для того чтобы видеть больше рекламы не особо не продавать его будут по-другому его вот продавать как имплант который тебе заменяет телефон что ты сам становишься телефоном что у тебя все переписки видишь только ты что одни индивидуальны что у тебя навигатор прям накладывается на улицу ну да дешевать по маленький видосик всегда в поле зрения но я думаю что это все но появится сначала не у нас в том числе и дополненная реальность это будет все вояку как только скорее ставят в глаз такой имплант им сразу же туда добавят возможность не знаю интерактивной подсветки врага или там каких-нибудь параметров для стрельбы с лука стоя из лошади в окопе как мы знаем часто юз кейс для военных так что да интересно конечно ну давай перейдем к более позитивной новости значит анонсировали очередного кринжового робота да кстати роботы каждом выпуске теперь ты заметил да 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 исак но не ньютон короче айзек я не знаю или айзек или айзек ну кажется что был же этот был такой и есть в инвиде исаксин который программа которая симуль стимулирует физическую реальность для того чтобы виртуально роботов реальных обучать может быть этот робот как-то с этим связано хотя это не nvidia дело а у nvidia и сак это не сокращение ну в общем то роботы сак чем он замечательно во первых он выглядит как робот нет там зловещей долины вот ты на него смотришь да это антропоморфный но это робот ну типа у него квадратная башка какие-то непонятные неуклюже русская кривая это шея кривая да все это на каких-то шарнирах как будто бы твой телек то есть он на колесиках а он на колесиках с другой стороны он полезный робот потому что он умеет мыть посуду и складывать белье я сначала когда же смотрел и чашки приносить такой еще за фигня кого ведь посуду близко вы чё это же робототехника это же всевышняя мечта там высшие цели а потом такой вот у меня там я есть есть супруга мы столько времени тратим на то чтобы посуду просто белье поутюжить поставить посудомойки достать оттуда да и вот исак его он он вполне он практически коммерческий его еще не построили так бывает надеюсь не будет как с ребятом но хотят сделать его до двадцать пятого года до конца двадцать пятого года почему потому что уже закоммитились на 30 людей компания которая производит этих роботов американская она планирует 30 людям сделать предпродажу стоимость робота будет 59 тысяч долларов либо подписки нужно будет внести 1000 долларов предоплаты и вы получите своего исака к концу двадцать пятого года очень я зашел к ним на сайт и там есть факушка ну частые вопросы а я думал там просто на всю страницу 30 человек получите да 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 спасибо за ваш донат каждый там много очень милых вопросов в том числе один вопрос будет ли мой робот становиться умнее со временем и там следующий ответ что да он будет становиться умнее но пока что пока что если у робота будет какая-либо задача с которой он не может справиться вы можете нам позвонить мы к нему подключимся удаленно и эту задачу выполним в ручном режиме полотна сначала я подумал вот это кастомер сервис да это будет группа людей которые будут управлен дали он роботами управлять потом я подумал что забавная работа а после этого я подумала что им помешает включить его когда им вздувается ездить по моей квартире а делать там всякое ну тут у меня две мысли во первых они очень грамотно сделали что он не похож на человека и он ездит это автоматически тебе дает вот это вот уверенность что в случае чего я от него залезу на стол или не знаю залезу на ступеньки он туда тупо не дойдет это не человек на двух колесах ездит во вторых да это не будет этот сюжет этого фильма который недавно вышел с меган фокс красотка из subservance а вот посмотрите там прям роботы которые убивают и от они прям молодцы с другой стороны ты покупаешь робота как сервис причем ты сразу знаю что можно будет этого к этому роботу подключаться то есть ты явно будешь за камин там то что тебе перед этим роботом особо прятость нечего и я не думаю что ты будешь просить этого робота поднести сигаретку после секса правильно ну навряд ли или во время а если будешь то ты я думаю и на only fancy аккаунт не против заиметь будешь ну то есть это вопросы обычной приватности с другой стороны они прикинь они этого робота сейчас продают 30 людям они же продают 30 людям за такую стоимость небольшую явно не для того чтобы денег заработать а чтобы поднять инвестиции то есть им надо продать сделать так чтобы эти люди написали и рассказали как этот робот круто работает и получить несколько миллионов долларов на дальнейшую разработку ну да так что им стоит нанять на каких-нибудь полгода 60 человек которые будут по 12 часов full time сидеть в этом роботе и делать все просто никто не будет знать то есть то сервис продажа людей короче такой получается нет смысле им не надо там даже нейронка им достаточно чтобы просто в робота можно было 24 на 7 в нем сидеть и делать там наверняка будет условия чтобы робот мог был всегда к сети подключен потому что там нейронки которые обрабатывают запросы они вот тяжелые они крутятся на сервере а на сервере будут сидеть индусы вполне вариант я не удивлюсь если точно будет компания с такой бизнес-моделью каламбур и ты такой индус очень успешный на свидании тебя девушка спрашивает чем ты занимаешься такой я робот управляя роботом окружаю посудомойку да да в общем как то так что у нас там еще сейчас значит сервисы и сутки у нас остались на этой неделе много моделей выходило интересно давай может быстренько про них расскажу давай для для разработчиков может интересным быть во первых nvidia выпустили собственную лм которая по многим бетчмаркам бьет аж g5 4 по называется nv lm 1.0 можете посмотреть обратить внимание во вторых еще до этого google релизнули свое семейство моделей под названиями дата гема это несколько моделей на 27 миллиардов параметров их фишка в том что одна из этих моделей работает в очень хорошо с раком 2 с ригом рик это еще один способ для того чтобы подмешивать контекст фактологически правильную информацию суть в том что дата команд модельки они работают через рак рик с дата команд сервисом гугловым а дата команд это сервис который хранит в себе факта факты таким образом дата команд модель призвана чтобы меньше галлюцинировать то есть она через эти механизмы рик либо рак идет до такого он поднимает там факты вытаскивает и отвечает сильно более точно дальше 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 вы мистраль мистраль то есть мистрали не было больших рыбах но они прикольную штуку сделали они короче такие типа взяли и в твиттере выложили магнат ссылку на модель просто просто никому ничего не сказал просто заходишь листаревский твиттер а там просто магнет ссылка чем в твиттере же ссылки не оформляются как ссылки ну магнет ссылка она не оформляет просто на строчка такая люди пошли закинули в торрент и оказалось что это их новая модель пикстрал даже без описания это сделано ссылку да 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 люди начали качать и на прям запостили да не случайно там буквально через день или даже меньше появилась на хагинг фэйси карточка этих моделей с полным описанием уже их можно качать и фишка этой модели в том что она мультимодальная она может генерить изображение весьма неплохо это делает в том числе и open-source на к тому же так что можно пробовать но самый большой шум наделал и конечно же среди программистов queen два с половиной это модель китайская мы уже queen 2 видели и queen полтора когда-то вообще была лидером на лансус арене если помните среди open-source моделей к два с половиной моделью в семи размерах разных выпустили и она просто чудо показывает в разработке там есть модель версии этой модели queen 2 с половиной коден кодинг по моему или кодер в общем уже потестили мы ее она что в чате выдает шикарнейшие результаты даже для нишевых языков то есть там на в чате на 28 по моему тысяч параметров можно поставить модельку либо квантизирована на 70 тысяч по миллиардов и она прям отвечает ну вот не на уровне конечно sonnet 3 5 но на уровне там же 54 либо sonnet а третьего либо даже допустить очень очень хорошо вот наступает тот момент когда open-source на модели запускаются на ваших компах могут в принципе делать полезность программирования ну а младше их модель которая на 7 миллиардов по моему она очень хорошо для код комплишна подходит я вот буквально день протестировал это конечно не гитхаб к пайлот но это уже что-то осмысленное до этого мы дипсид кодер использовали для автокомплитов а сейчас можно смело переходить на queen 2 с половиной короче хороший такой скачок китайцы молодцы вот с моделями наверно все можете гуглить и использовать но ссылками не все и сервисы ссылками сервисами не все и я тебе честно скажу ты тут написал сервис lazy со я сейчас его пропущу потом скажу почему когда-то про него расскажешь а я пока что расскажу про мелодию и яй это я и радио которое генерируется для она бесконечная генерируется для вас по промпту я успел попробовать мне в принципе не не подсел я продолжаю на аудио залипать когда за рулем еду но мелодия и очень напомнила мне вайбами рефлек не рефлекшн на рефлекшн помнишь который генерал не модель рефлекшн которая скамовая была для картинки генерал мелодию по картинке да 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 очень очень похожи очень похожи да у них есть приложение ты там забиваешь стиль который тебе нужен он начинает играть музыку склейки там жестковатая местами но в целом фоновую музычку можно послушать что примечательно них приложение приложение для macos и и для android поэтому можно это дело удобно на телефоне слушать теперь расскажи нам пожалуйста про лазису а я потом добавлю я не успел их потестить хотя мне white list пришел то есть можно скачать суть сервиса в том что они позволяют в интерфейсе macos и вызывать системное окошко и через него делать заметки в любом месте с помощью клавиатурной комбинации вызываешь окошко записываешь туда что-то можешь использовать команды чтобы помечать информацию а лэйзи сохраняет это к себе в базу аккуратненько структурирует делать из этого аккуратные заметки с помощью я и механизма мне показался сервис прикольный тем что во первых было мне интересно попробовать его но не успел пробовать во вторых мне иногда не хватает функционала чтобы в любом месте можно было сделать заметку и закинуть например в obsidian что-то типа того как это делает грэмор или который устраивается везде также хотелось бы из лэйзи плюс по-моему они заявляли о том что они сделают кроссплатформенно будет приложение на телефоны в том числе и все это будет в одно место слетаться вот как я услышал про этот сервис теперь расскажу что ты короче есть компания которая называется инфоблокс эта компания среди всего прочего эта компания продает другим компаниям списки нежелательных ресурсов небезопасных скамовых порно и прочее для того чтобы такая компания например и пам в которой я работаю могла просто список купить и применить на свои корпоративные сети что что это к вам сделала и вот лэйзи со списке инфоблокса как нежелательный ресурс ну я напомню что сайт на сервер точка ком сайт эти борода тоже очень долго был в блоке ипама и может до сих пор остается я не помню нету он точно не в блоке сейчас а ну когда-то он был у блоки мне и помуты прям писали что они не могут зайти на мои ландосы это я к чему это к тому что в лэйзи соя зайти не смог порт хаб тоже скорее всего в этом блоке не надо да 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 чад gpt тоже скорее всего этом блоке нет нет но я я я к чему это я к тому что этот блок лист не обязательно означает что сайт скамовый скорее всего это связано по большей части с возможностью скрепить данные потому что крупные компании естественно не хотят себе доступ к данным особенно клиентским возможно а возможно этим доменом просто кто-нибудь другой раньше владел кстати ну может быть ну да тут надо сделать огласку что естественно инструмент будет считывать информацию с вашего экрана потому что у него там некоторые фишки как раз сделать фотку из фотки информацию сохранить то есть да да вы даете третьей компании доступ к вашей информации на вашем компе это не очень секьюрно и ты кстати сейчас про это сказал я как-то не думал наверное я бы про это задумался если бы пошел тестить потому что мне сразу permission попросила на скрининг экрана я бы не дал единственная программа который две программы которая дает разрешение 33 это копайлот это чаджи 5 и это мэйт чаджи 5 копайлот потому что это все microsoft а мэйт потому что наши кореша все ну да так это и работает на следующая новость следующая новость так меня порадовала потому что настолько вот как из фантастических книжек звучит как из очень крутого сериала короче сейф и яй ребята из сейф и яй разрабатывают последний экзамен человечества как тебе такое это звучит как как какое-то аниме новое вот вообще да 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 это реально аниме сериал короче что они делают они по сути собирают бенчмарк состоящий из вопросов для того чтобы точно определить модель перед тобой или живой человек и вопросы не просто так собираются они собираются за бабло и достаточно большое бабло там от 5000 долларов до 500 долларов в зависимости от условий любой человек за один вопрос за один вопрос да да любой человек может прислать вопрос условия такое что на него должен быть понятный однозначный объяснимый ответ и текущие популярные модели должны не уметь на него ответить там интерфейсе ты прям пишешь вопрос там можно формулу латексом прописывать латекстом в общем то и дальше ты отправляешь этот вопрос и тебе выдается что отвечает каждая из трех основных моделей это g5-4o антропиковский сонет 35 угловский джимми не про если все из них ответили неверно то твой вопрос принимается к рассмотрению и дальше когда база будет набрана они выберут по моему 50 до 50 самых топовых по их мнению вопросов которые типа не проходят сообщение кимилом коми дадут за эти вопросы 5000 и 500 вопросов которые по 500 долларов получат естественно вопросы эти нельзя палить в интернете после того как вы заплавили это будет это это один из пунктов соглашения в этом подпишите но в целом вот валера нам это новость кинул ничего не отправлял но я видел пару знакомых своих после на знакомых которые до вопроса отправляли которые прям надеются денежку получить я вот думал что какой вопрос отправить у меня все вопросы какие-то такие не ну что-то меня все что-то знаешь на уровне абсурда то есть на что лэмко скорее всего ответит что-то типа я не буду палить потому что я хочу заплавиться но что-то типа например вот у медведя 6 ног а почему не 7 да и лэмко не 7 но потому что ну потому что потому а суть вопроса в том что надо ответить что у медведя там четыре точно ноги короче берем ребята берем вопрос про свиные крылья и зарабатываем денежки валера кстати чате пишут что пробовал парочку отправить получил 3 3 верных ответа из трех и забил там есть разделы разные смысле там можно по разным направлениям отправлять вопрос то есть туда можно отправлять вопросы как абсолютно бытового характера так и вопросы например какого-нибудь кулинарного характера если вы там шеф-повар мишлена так и вопросы вашего трехлетнего ребенка который не одупляет как вообще в мире все происходит и так вопросы по квантовой физике и не знаю устройству рнк и днк абсолютно разные вопросы можно туда отправлять по программированию скорее всего уже не стоит пробовать потому что там уже миллион программистов слетелось естественно в целом забавно последний экзамен человечество название конечно звучит очень круто прям мега круто центр самая и safety это делает так-то да 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 и самое время самое время как раз на этой новости перейти к этике то что новость на грани этики было а теперь мы эту грань перешагнем потому что в эфире рубрика этика конфетика начнем с мета с мета этики ну кто-то в этом увидит этику я в этом увидел ничего очевидные вещи мета рассказала что использовала открытые посты совершенно ли от совершенно редких пользователей своих соцсетей с 2007 года для обучения своих моделей и это вызвало неимоверный подхерд много журналистов статью разобрали там в основном все заголовки были раскрылась что мета мопла такая плохая а я сижу и думаю типа вы подписывали пользовательское соглашение в котором наверняка было написано что ваши открытые данные могут использоваться даже если не подписывали вы сидели вместе в инстаграме с открытыми профилями постили фотки на весь мир и удивляетесь тому что эти фотки использовались кем-то для кого вы в том числе это постили я вообще честно говоря ли уж сильно бы удивился если вышла мета и сказала ребята мы не использовали эти данные я подумал типа чё какого использовали ну да но новость разлетелась и там опять журналисты начали писать что вот только есовцам повезло потому что есовцы могут этого отказаться ну а мета что они сказали они сказали ну вообще-то мы ваши данные с пользой для обучения нашей ламы все-таки чё вы чё охренели и кино вообще-то вы соглашение пользовательское видели так-то мы вот седьмого года как только все это запустили используем ваши публичные данные вы даете на в отводку публике так как мы еще и квартире владеем если вы не знаете ну типа и люди такие ну вот а почему евросоюз можно так а ну потому что у них gdpr что мы не хотим миллионная штраф и жители евросоюз таки ха ха лохи ху 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 факи факи а сами заходят в интерфейс фейсбука а им ничего нельзя сделать уже потому что фейсбук я напоминаю выпуска четыре назад мы говорили про это фейсбук начал выводить поп-апы своих сервисов которых прям описал что у нас изменяется созд lounge соглашение и если вы месяц и желаете чтобы ваши данные ней использовались то потом ссылочка заполните форму напишите почему вы так считаете напишите что там надо было просто даже не проезда было писано было написано если вы не хотите жиданый использовались вот вам ссылочка напишите нам его по этой ссылочке была форма где надо было написать что ты житель евросоюза живешь какой-то стране поджидеть пиара нельзя это да тебя исключали если ты закрывал этот поп-ап, то где его найти снова, хрен знает. И вот евросоюзовцы такие, а, факи-факи, пуки-пуки, а потом пошли и такие поняли, что они закрыли, потому что никто не читает. И все. И все. И тоже сидят, обижаются. Сидят, обижаются, еще и без Apple Intelligence, да. Ну, если в этом что-то этичное, наверное, есть то, что заколупали вы, блин, мету по всему, чему только можно докапываться, надо привыкнуть к тому, что мы живем в мире, где мы сами ответственны за свои данные, особенно публичные. И, ну, если вы выкладывали свои работы, там, не знаю, научные, художественные, все эти, теперь удивляетесь, что нейронки могут точно так же делать, то это не компании, которые нейронки сделали злодеи, это вы лохи. Вот и вся этика. И лохи, ну, типа, лохи не потому, что вы выложили. Хотя, с какой-то точки зрения, надо было раньше думать. Кто-то скажет, ну, а что это мы лохи, мы что, знали, что наши работы будут использоваться? Ну, а что вы не знали? Так и написано, если что. Во-первых, скорее всего, да. А во-вторых, ну, а какая разница, использована там в нейросети, либо использована таким-нибудь программистом Васи, который на основе вашей вот выложенной работы все взял и сделал дипломную, сдал. Какая разница? Разница в том, что тут один Вася такой умный, а тут теперь весь мир этим может воспользоваться. Ну, кто виноват? Не следили, не думали, решили похвастаться. Все, пожалуйста. Получите расписаться. Это как со всякими реддитами и прочее, которые просто включили жадность, мне кажется. Типа, вот, мы будем теперь продавать данные. Нет, с реддитами я бы повоевал. С реддитами я бы повоевал. У них не было в соглашении то, что они считают... Вот, ладно, я тут не хочу пустословить. Возможно, я не владею ситуацией, но кажется, будто бы сайты, которые называли себя сайтами с юзер-дженерейт-контентом, признавали юзер-дженерейт-контент не своим. То, что реддит сказал, что это наш контент, меня это, ну, сильно бы волновало, если бы я на реддите писал много-много-много лет. То есть я бы тут воевал против реддита относительно того, что это мой контент, потому что я хочу им распоряжаться. А вдруг я хочу этот контент перенести куда-то к себе в блог? Игрейт может меня тут насолить, сказать, что это мой контент. С другой стороны, если бы этот контент забрали на обучение нейронкам, ну, никаких проблем, он публичный. Но присваивать контент... Это как если бы нейрон... Это как если бы мета сказала, вы знаете, мы обучали свои нейронки на вашем контенте, а еще мы хотим вас всех порадовать тем, что это наш контент. Вот тогда бы у меня жопа горела знатно. Типа мы забрали ваш контент и используем его в обучении, потому что это наш контент. Вот примерно то, что сказал Reddit. Я не сравнивал Reddit и Metu. Я сравнивал людей, которые агрятся на Metu с Reddit. Что и там, и там запахло прибылью, и мне кажется, что людям просто обидно, что никто с ними не поделится. Нет. Подожди, опять ты меня оскорбляешь? Я за тех пользователей Reddit, которые обижены. Я обижен Reddit, потому что они мудаки, потому что они сказали, что мой контент — это их контент, и не платят мне за это, раз уж так сказать. Я тоже, Леша, я тоже во-во-во. Так на Metu чего ты обижаешься тогда? На Metu я не обижаюсь. Я... А, ладно, я, значит, не так понял. Ты не так понял. Все, ковбой, прекрати. Иначе вся твоя страна окажется под водой. Все уже у нас, все прошло. Ну, не у всех, конечно, тут много затопленных ребят, но тем не менее. Витя, вот все эти людишки, вот эти вот скверные, деньгожадные, как их называются, еще какие-нибудь такие слова, вот эти вот, которые редиски, вот знаешь, я думаю, от всего этого можно избавиться. У нас-то вокруг мир и я, правильно? Угу. Даже не надо уничтожать человечество вообще. Да, можно просто уйти в свой пузырь и жить в нем всю оставшуюся жизнь. Ну, расскажи нам про одно из таких решений. Да, короче, пишут. Мне сегодня Леша говорит, поставь себе на iPhone Social AI приложение. Короче, новый стартап. Сейчас я расскажу, что такое Social AI, но перед этим я расскажу Леше, что, Леша, ты можешь iOS-ное приложение ставить себе на MacBook, если что. Ой, это надо вспоминать пароль от Apple аккаунта. Ну его нафиг. Подожди. Ты не знаешь пароль от Apple аккаунта. Ты заходишь в маковский App Store, ищешь там приложение айфоновское, нажимаешь инстал, и оно у тебя... А давно так можно делать? С прошлой или позапрошлой версии MacOS, не помню точно. О, прикольно. Подожди. Даже пароль не попросил. Только отпечаток пальца. Так, ну ладно. Я пока буду устанавливать. Пока устанавливаем. Ну это всем на заметку, кто не знал о такой возможности. Короче, Social AI, это очередная соцсеть, но с одной небольшой особенностью, скажем так. Кроме тебя, то есть ты создаешь аккаунт в соцсети. И, кстати, там интерфейс даже на Twitter очень сильно похож. Создаешь аккаунт, и кроме тебя там только боты. Причем ты выбираешь тип ботов, которые будут на тебя как бы типа виртуально подписаны. Там типа скептики, оптимисты, поддерживающие... Тут есть тролли. Есть тролли, да-да-да. Потом ты пишешь свой первый твит, и эти боты начинают его комментировать. Ты можешь реплаить, они будут отвечать тебе от реплаев, ну, на твои реплаи будут отвечать, и вот, пожалуйста, ты можешь сидеть в этом пузыре, сколько тебе влезет, писать что угодно, и получать от ботов ответы. Я зашел на первую страницу, тут есть дефолтовая... Подожди, сначала я у тебя уточню, это реально соцсеть, в которой только ты и боты, там нет людей. В смысле, там ты не можешь на друзей подписаться? Нельзя, нельзя там подписаться на друзей, то есть ты вот, ты владелец своей собственной социальной сети, ты фактически Илон Маск, понимаешь? Который всех забанил, кроме своих обожателей. С точки зрения технической реализации, там все понятно, агентов запустили, куча фреймарков есть. Но с точки зрения психологии, блин, ты просто берешь и создаешь сам для себя пузырь. Да. Причем, я вот сейчас открыл заглавную страницу, тут есть несколько ролей, которые тебе доступны сразу, и несколько ролей, которые тебе станут доступны, только если ты пригласишь пять друзей. Это на заметку тем, как можно продукт свой продвигать. Так вот, из доступных ролей тут реально можно натыкать на суицид. Я вот себе натыкал скептик, пессимист, аллермист. Как ты думаешь, захочется ли мне после общения с такими ботами продлевать свою подписку на жизнь? Не знаю, я с таким человеком подкаст веду, Реша, который зачитает в себе все эти качества, и нормально пока что. Ну, я не знаю, как-то это стрёмно, как-то это стрёмно. Слушай, это реально выглядит как твиттер, я в афиге. Это один в один твиттер, единственное, что вот эти вот боты, от них вообще там бесконечное количество сообщений, ты можешь, то есть, не сообщений, а ответов на твое сообщение. Ты пишешь сообщение любое, у тебя вот лента ответов, она бесконечная, и как-то их уже очень много, и они как-то уже очень не по-человечески появляются. У тебя вот, ты запостил что-то, и у тебя сразу тысяча ответов просто опубликовалось. Они бы хотя бы сделали, знаешь, чтобы они приходили там по одному как-то раз в какое-то время. Я думаю, они сделали это с целью залипания. Я думаю, там будут генериться ответы до тех пор, пока ты не перестанешь скроллить. Вот я только что запостил первый пост, это дичь, это дичь. Ну, я же выбрал себе этих самых подонков, и я им написал, привет, придурки. Ты по-русски написал, или... Да, по-русски, они по-русски отвечают. А, они отвечают по-русски. В профиле у меня написано, что я Олег спрограммер, значит, мне отвечает, пенни квестер, серьезно? Ты думаешь, что это смешно? Давай поднимем тему, которая стоит анализа, а не просто приветствий. Дальше отвечает наш пессимист. Привет, да, мир в полном беспорядке, что вообще нового может нас удивить. Ну, как-то, блин, я бы по-другому ответил. Не хочу показаться слишком осторожным, но ты уверен, что все в порядке? Мне вот тревожно из-за всего этого. Когда мы уже обсудим что-то более важное, и снова ты с этим привет, придурки, реально? Это же твиттер. Но, по сути, настоящий твиттер, да, только сгенерированный. Как у тебя ощущения? И без нюнца четверга. Слушай, описание было куда страшнее, чем реализация. Когда почитал, как генерируются эти сообщения, они реально очень сильно отдают AI-агентами. То есть, очень похоже на ботов. Но если вдуматься в саму концепцию, если они смогут улучшить социальную сеть, и реально со временем это может превратиться в место, где реально люди будут залипать годами. Это опасная штука. Я только что написал «пошли на» на русском. Почему-то мне сразу все начали отвечать на английском. Наверное, включилась какая-то антистезурная штука. Но в целом ответы тут такие. Никто на меня в ответ не кричит. Я про что? Я про то, что даже вот эти тупенькие ответы, они эндорфин вот прямо сейчас мне приносят. Да, серьезно? Да. Ну, типа, вот если вот эти ответы будут поститься еще и в Твиттер, то есть, если вот это приложение будет присоединяться к Твиттеру, я буду, не знаю, даже сейчас у меня там в Твиттере тысяча подписчиков. и я буду постить сюда свои Твиты, они будут поститься в Твит, и сообщения оттуда будут подтягиваться сюда, и здесь будут просто добиваться еще боты, то мне будет сильно более приятно здесь постить сообщения. Ну, просто потому что циферки, потому что ответы к Твиттеру. Вот я прям чувствую. Как ты уже попался на эту удочку. Да, вот мне прям интересно, я прям хочу еще им писать, я хочу им писать, тестить и считать, что они отвечают. Это жесть. Ты еще можешь каждому ответить индивидуально, ты в курсе, там можно. Это жесть. Перетвитить можно даже. Да. Пипец. Короче, вот такие вот социальные сети нового времени. Раньше с ботами в соцсетях боролись, а теперь борются с живыми людьми в соцсетях. Вот как мы к этому пришли? Как, понимаешь, вот как такого рода приложение может становиться популярным? Почему? Почему оно, я сейчас с этим общаюсь? Монетизация и одиночество, мне кажется. Очень много на самом деле сервисов на это направлено. Я написал, пошли сношаться. Ну, только нецензурно. Мне пишут, что-то мне подсказывает, что пошли сношаться, это не совсем та тема, которую стоит анализировать. Однако, я все равно не могу задать пару вопросов. О чем ты реально задумался? Следующий ответ. Серьезно? Опять? Ну вот отдает же чат от же пятищины. Господи, боже мой. Перед тем, как решать, давайте подумаем. Это может быть огромная проблема. Подавлять эмоции, это не самое безопасное. Жесть. Жесть. Не знаю. Смотря на все это, я вспоминаю вайбы Твиттера и понимаю, что Твиттер не сильно далеко от... Вообще, на самом деле, да. Когда-нибудь нам заменят Твиттер-аккаунты на сообщения, сниженные игроком, и мы даже ничего не заметим. Ну, да. Большинство из этих сообщений можно было бы в Твиттер подмешивать, и никто бы даже не понял, что это боты. И большинство, но часть. Грустно. Ну, что ж, на этой грустной ноте предлагаю завершать 43-й выпуска подкаста. Большое спасибо тем, кто нас дослушал до этого момента, кто поставил лайк. Ой, Витя, Витя. Думал ли ты, Виктор, что мы целых 42 выпуска до этого протащим на своих плечах? Я не то, что думал, я надеялся, Леша. Надеялся. Я надеюсь, что еще 42 выпуска мы протащим, и будем продолжать быть фронтирами этичности в ИИ. Не будем забывать вам, что присматривайте себе соколиков в магазинах, присматривайте себе пасеки, виллы удобные, топоры, чтобы летали хорошо. потому что это все полезные навыки. Думаю, скажем так. А еще полезный навык это написать нам комментарий. Нам будет очень приятно. Да, и поставить лайк. Это поможет продвинуть наш ролик и тему ИИ в целом. Но вообще у нас на этот выпуск для вас два задания. Самое главное задание это пожалуйста, посмотрите выпуск про Котлин, он вам точно понравится, это наша документалка, которую мы сделали с Витей и с нашими корешами. Пожалуйста, поделитесь ее во всех соцсетях, нам очень важно, потому что это труд нашего года, последней жизни. Пройдите по ссылкам в описании, смотрите на курсы наших партнеров, это продлит жизнь нам и нашему подкасту. И нулевое задание, обязательно, хоть я и сказал, что их 3-2, но нулевое задание, обязательно подпишитесь на LinkedIn Витя, потому что я очень долго не говорил про это, а Витя стесняется. О, какая милота. Какая милота. Всем большое спасибо, ребят, и как у нас говорится, лайк, шер, и нивер. Нормально, у меня промотался телеграм, как раз когда сообщение пришло. Спасибо, Женя. Все, всем пока-пока. Всем спасибо, ребят, пока-пока. И финал. это дичь и не приложение, Витя. Ну, люди шляньно залипать будут. Будут, да, будут. А представь, что там, ну, добавят им человечность, что у тебя сразу там нет ответов, а потом через минуту первый приходит, потом через пару минут еще два, потом добавляются какие-то лайки, потом через полчаса еще пару ответов. я думаю, что это может до другого дойти. То есть, ладно, там люди, типа, в пузыре останутся, это одна проблема психологическая, но мне кажется, что эта технология может в рот пойти в реальные твиттеры и в соцсети. Типа, вот ты заходишь в social.ai, начинаешь генерировать какие-то посты, подсаживаться, начинаешь подсаживаться на ответы, у тебя появляются какие-то боты, которые тебе нравятся, как отвечают. И ты захочешь этим поделиться, ты захочешь показать, там, твитнуть про это, рассказать в Инстаграме, смотрите, мы там с ботом затерли за такую классную тему. Ну да. Вот прикольно ответил. И рано или поздно из-за вот этих вот желаний делиться ответами ботов, твиттеры, все остальные соцсети просто начнут их внедрять. Хорошо, если не вслепую подмешивать ботов в ленту. И мы будем реально жить типа в твиттерах, где будут и боты, и люди. Да. Я думаю, Леш, более того, что это уже происходит. Скорее всего, уже очень много в твиттере ботов, которые подключены к тому же чату GPT. Ну, навряд ли это исходит от самой компании, производителя сети. Это скорее исходит от каких-нибудь бот-ферм для пропаганды и всего остального. Ну да, от самой компании пока что нету. А тут это будет что-то типа, знаешь, алгоритмов выдачи, вот они сделали алгоритмы выдачи, чтобы увеличить время жизни пользователя в сети. Точно так же они добавят ботов, чтобы увеличить lifetime value. Да, 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 да. Им же главное, им же пофигу общаясь, что ты на самом деле или нет, им же главное, чтобы ты на самом сайте находился, чтобы рекламу тебе показать. Ну да. Все остальное второстепенно. Очень дивный новый мир. Ладно, мне пора бежать. Давай, я это вставлю. До связи, пока-пока. Пока-пока. We live in a collective paranoia. People depending on each other's errors to control and exploit. We like to think we have some form of control still, but not crazy. Listen up. I got a story to tell. I'm a podcast that's hotter than hell. AIA Podcast, the place to be. Where victory and let us bring the knowledge to you. They died in the AI. The future is now. Spitting facts. They never back down. They got the insight, got the insight. Talking AI all day and night. AIA Podcast, you know it's the best. It's the best. They got so dark, feel it's so less. We'll be right back. Субтитры подогнал «Симон»